Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители моего мысли об истории. Сегодня у нас с вами встреча в субботу. Это значит, сегодня у нас эфир, стрим по перевалу Дятлова. Давайте посмотрим, кто сегодня пришел к нам, поздороваемся по традиции нашего канала. Так, Ирина Колесникова, здравствуйте, Москва. Татьяна Сахалин, модератор моего канала, приветствую. Да, спасибо за пожелания, Татьяна Сахалин. Так, я приветствую Татьяну Баталову, здравствуйте. Роман, приветствую тебя, Санкт-Петербург. Да, Драгона Стойковича, приветствую, Драгона, здравствуй. Виталий Лиско, здравствуйте, доброго дня, всем привет из Черновидец. Украина, Виталий, приветствую вас. Ольга 125, здравствуйте. Ирина Александровна, приветствую вас. И город Приморск, Ленинградская область. Лена Кипр, здравствуй, модератор моего канала, тоже. Ольга Данилишна, Дипропетровск, приветствую вас. И индивид, конечно же, здравствуй. Поленова Екатерина, привет, Катя, тебе. Николаю Химичу, привет, Украина, Киев. Рафаэль Абдурмянов, здравствуйте, Сызрань, город. Я понял, за рулем едете домой, хорошо, Рафаэль. Лена Ткаченко, Украина, Запорожье, Гуляй-Поле. Здравствуйте, Елена. Спасибо за пожелание. Валентин Оленков из Харькова, привет, Украина. Валентин, спасибо большое за помощь моему каналу. В прошлый раз средства дошли, спасибо. Лариса Ульянкина, здравствуйте. Вероника Сова, здравствуйте, конечно же. Гуляя Миронова, Екатеринбург, приветствую вас. Татьяна из Фрунзе, он же Бишкек, здравствуйте. Андрей Севков, приветствую тебя, спасибо. Привет тебе, на Урал полетел. Вот Татьяна Тадей подошла. Татьяна, давно вас, сто лет вас не слышал. Аж с августа месяца. Здравствуйте. Надеюсь, что здоровье ваше поправляется. Татьяна проживает в городе Пушкино, у нас Ленинградской области. Александра Сандрова, всем привет, доброго дня. Новые лица появляются у нас. Таня Романская, здравствуйте. Спасибо за пожелание. Да, Татьяну Тадей мы давно не видели, это старый подписчик моего канала. Сегодня она появилась. Дмитрий Иванов подошел. Здравствуйте, Дмитрий, тоже новые люди смотрел. Так, Елена Проскурина, я вас приветствую. Конечно же, Надежду Чупахину рад видеть. в рядах моих зрителей-подписчиков, конечно же. Так, кто подошел, лайки не забывайте ставить, пожалуйста, для продвижения канала. Кто забыл, можно из чата выйти, поставить лайк и опять зайти. Игорь Пензов, здравствуйте. Игорь Пензов у нас из засады когда-то вышел, теперь приходит на мои стримы. Так, зрителей пока не так много, ничего страшного. Даже будет, если один человек, я все равно буду для него работать в эфире. Потому что я уважаю своих зрителей, даже будет один человек, я все равно буду для него работать. Так, давайте остальные пока подтягиваются. Сразу скажу, что вверху закреплены данные в чате, если вы хотите помочь моему каналу, можно перечислять средства на карту Сбербанка, если вы в России проживаете. Можно на счет PayPal. А можно внести пожертвования через Донат Алерс, сервис, который работает. Югры, Остехи, Ханты, три названия одного и того же народа. Это была не отдельная национальность. Самым точным является последнее, в котором заложено древнее самоназвание, так называемое, где вы можете внести свои пожертвования и помочь моему каналу. Буду рад. Вот в чате я ссылочку размещаю, по которой вы сможете зайти в Донат Алерс и внести свои пожертвования. У кого есть возможность такая. Буду благодарен. Да, Роман у нас немножко никнейм поменял, теперь он Роман Питер, но все вы знаете, это старый добрый наш Роман Акулин, старина. Так, Любовь Алексеева, Запорожье, здравствуйте, Любовь. У нас с Украины сегодня много людей. Тут же Любовь Беляева подошла, Славный Хабаровск, Любовь, здравствуйте, конечно же. Виктория Чайка, здравствуйте, рад вас всегда видеть. Наталья Беспалова, добрый день, Олег, приветствую вас из Самары. Наталья, здравствуйте, смотрю, новые люди подходят. Наталья, откуда вы узнали о моем канале, откуда вы пришли? Расскажите, Наталья Беспалова из Самары. Ольга Данилевична, Олег, в ответ на вашу фразу о работе даже для одного слушателя, даже если будете читать инструкцию к холодильнику, я буду вас слушать и ставить лайк. Ольга Данилевична, спасибо вам огромное, спасибо за ваши слова. Но я действительно не лукавил, будет один, два, три человека, я все равно буду работать для них. Такова моя позиция, люди приходят ко мне, тратят свое время, я обязан для них работать. Так, Жанна Дэ у нас из Рима, Италия, вечный город Рим. Здравствуйте, Жанна, привет Италии. Конечно же, Ольга Азарова, здравствуйте, рад вас видеть в Новосибирск. Левый берег, улица Софийская, район ОПГС, знаю где вы живете. Лана Градиль подошла, здравствуйте. Вот Иван Семенов подошел, астронавигатор экипажа хронолета, понятно. Татьяна, спасибо, мой ЛАГ-46. Так, вот еще подошел еще один модератор моего канала, Михаил Козлов. Приветствую, Миша, тебя, привет. Привет. Наталья Беспалова подписана с ноября. В марте случилось, не могла писать, не пропустила ни одного чата. Сегодня билет 25. Наталья Беспалова, спасибо, понял вас. Татьяна Чумаева, город Киров. Здравствуйте, Татьяна. Алисей Постников, приветствую, город Герой Севастополь, база Черноморского флота России. Здравствуйте. Светлана Чеснова, здравствуйте. Да, давайте подождем опоздавших, люди все-таки подойдут, я надеюсь. Тема интересная. Сегодня мы никого обвинять не будем, сегодня мы будем рассказывать о замечательном человеке. Валиева Эльмира подошла из Кыргызстана. Валия Эльмира, здравствуйте. Олег, добрый день, рада снова слышать. Привет, сильно болела, потом прослушала записи последней вашей стриме. Эльмира, я знаю, что вы болели, да, я ждал, когда вы выздоровеете. Здравствуйте, конечно же. Вливайтесь в наши ряды. Ну, вот у кого-то плюс 20 абрикосы зацвели, а у нас уже второй месяц зима. Так, понятно, пока не все подошли, лайки поставили, либо поставили не все лайки. В засаде сидят, смотрю, агенты империализма, как обычно. Понятно. Так, Юля Черская подошла, давно вас не было, Юля, конечно же я вас помню, здравствуйте. Да, у нас сегодня усиленный состав, аж три модератора. Альбатрос Свободный, он же Мартин из Швеции. Альбатрос, приветствую тебя на стриме, здравствуй. Из далекой Швеции смотришь. Ладно, Градиль, как хорошо, Олег, что вы не обсуждаете политику в чате, весьма грязно это дело. Да, Ладно, Градиль, политика вообще правилами запрещена на моем канале. Мы о ней не говорим, не обсуждаем, не вспоминаем. Мой канал исторический. Так, Вика Бокий из Донецка. Вика, здравствуйте. Понимаете, политика, почему не... Для политики надо отдельный канал открывать, понимаете. Если бы я хотел заниматься, я бы канал отдельно открыл. Пока не считаю это нужно. Вот и все. Так, Марина Голубовская подошла. Здравствуйте, Олег, Пермского края, Кунгур. Я понял вас. Марина Голубовская, милости просим, новые люди подходят. Вера Тонгусова, здравствуйте. Здравствуйте. Вика Бокий собиралась в оперу на балет «Челкунчик». Да, шикарный балет, кстати, Вика. Очень советую, сходите. Наталья Кобзева давно у вас не было. Редко вы приходите. Здравствуйте. Спасибо за пожелание. Так, Мария из Москвы. Маша, привет тебе. Подошла. Так, я смотрю, люди подтягиваются. Давайте еще немножко и начнем. Да, смотрю, много новых людей подтянулось. Читайте правила канала «Мысли об истории». Правила нарушать нельзя. Да, Мартина Швеция по-русски пишет, как мы с вами. Хорошо по-русски понимает. Спасибо. 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 Извините. 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 Да, Татьяна Тадин, напишите, как ваше здоровье. Надеюсь, вы понемножку выкарабкиваетесь, выздоравливаете. Давно вас не было. Вера Морева, привет из Липецка. Здоровья вам, всему чату. Вера Морева, спасибо вам. Привет городу Липецк, конечно же. Так, вот Оксана Бойко подошла, ждал ее с Украины. Оксана Бойко, Украины, привет, здравствуйте. Конечно же, постоянная моя зрительница. Татьяна, Олег, спасибо, все хорошо, не унываю, очень рада вас слышать. Я понял вас, Татьяна, я тоже рад вас слышать и видеть. Татьяна, я тоже рада вас слышать. Да, Татьяна, спасибо за напоминание, ставить лайки. Лайк у нас как входной билет на стрим, получается. Вот смотрю, в засаде агентов добавилось, все любопытно, интересно, пришли ко мне посмотреть на мой стрим. Агенты империализма побольше стало, все сидят, уши навастрили, уши греют, понятно. Да, давайте, наверное, сейчас будем начинать уже. Еще пару минут, подтянутся опоздавшие и начнем. Да, Андрей Сивков, спасибо большое за лайки, спасибо, Андрей. В общем, Андрей сегодня подключал программу ОБС, хотел туда прикрепить файл. Сегодня ОБС, к сожалению, не работает, что касается именно этих файлов. Поэтому сегодня не будет, кино не будет, как говорится. Да, Марина Голубовская, спасибо, что вы подписались на мой канал, надеюсь, вам здесь понравится. Лена, фамилия звучит как Голубовская, не Голубевская. Да, вот подошла Марина Арцеховская, добрый день, хорошего стрима. Марина, здравствуйте, давно я вас не видел. Олег, чем больше агентов в засаде, тем больше веса вашим стримам. Ну, как вариант, Эльмира, почему бы и нет, действительно. Сидят агенты злобные, многих я почти всех отсюда выгнал за хамство, сидят, чтобы все услышать, а потом своему шефу доложить, побежать. Сивак Карапетян, здравствуйте. Евгений Александров, смотрю, тоже новый. Здравствуйте, Евгений. Ну вот, опоздавший подошел Семен Марковский, Екатеринбург. Салют капитану-командиру, первый лайк канал, удачи в передаче. Да, Семен, понял, спасибо. Семен, у Семена билет номер один, вчера он его купил. Да, мы рады, что у нас Валиева Эльмира выздоровела, Татьяна Тади поправляется, дай бог, остальные тоже. Болеть не надо, надо выздоравливать обязательно. Всем здоровья, конечно же, своим зрителям, подписчикам своим я желаю здоровья обязательно. Не болеть. Так, Роман Кузьмин подошел, здравствуйте. Напоминаю, регламент работы, я сейчас буду рассказывать, писать в чате не надо во время рассказа, уважайте актора. Просто слушаем все вопросы во второй части передачи. Томас Волосинос, добрый день, здравствуйте. Томас Волосинос, добрый день, здравствуйте. Да, Семену Марковскому 83 года, самый старый подписчик моего канала, проживает в Екатеринбурге, напоминаю. Родился и вырос в Болгарии, учился, всю жизнь прожил здесь уже в России. Вырастил детей, внуки есть. Да, Семену здоровья, конечно же, желаем, естественно. Виктор Тарасов подошел. Здравствуйте, Виктор. Спасибо за пожелание. А успехи в расследовании убийства группы Дятлова мне еще пригодятся. Спасибо. До желания успехов. Error call. Еще раз такое напишите, будете удалены навсегда с этого канала. Не надо задавать глупых вопросов. Татьяна Сахалин, следите за Error pull'ом, он слишком вопросы задает непонятные. При повторении просто его убирайте. Я его сам убрал уже, все. Далее, спасибо за напоминание. Да, завтра день канала у нас. Это точно Николай Химисемен, он у нас самый опытный подписчик. Да, Валерий Эльмир, спасибо за поздравление. Спасибо. 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 Так, давайте сейчас подойдет еще последний опоздавший и начнем с вами работать. Субтитры сделал DimaTorzok Так что потихоньку... Сивак Карапетян мы не обсуждаем других блогеров на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Совершенно верно, Татьяна. Татьяна, посмотри за этим субъектом. При повторении подобного предложения сразу его удаляй с канала. Не надо считать других дураками и писать про другие каналы здесь. Так, вот подошел, я ждал. Сергей Строков, здравствуйте, Сергей. Рад вас видеть, конечно же. Ирина Фирсова подошла из Санкт-Петербурга. Ирина Фирсова, у нас лазутчиков, агентов не бывает, потому что они все сразу уничтожаются на корню. Поэтому здесь их не бывает. Никому не позволено разлагать дисциплину. Вот и все. У нас канал исторический. Так, Галина Литвиненко из Каширы подошла. Здравствуйте, Галина, помню вас. Так, давайте кто там у нас. У нас в засаде сидят. Это по-прежнему понятно. Снежана Москаленко с Украины. Здравствуйте, Снежана. Альбатрос свободный. День канала, это значит день рождения канала. 5 числа день рождения канала. Сегодня у нас четвертая. Завтра день рождения. Ну, так получается, что сегодня эфир, поэтому я об этом напомню. Так, Владимир, всем привет северного Урала. Владимир, здравствуйте. Что-то я вас раньше не видел. Тоже новый человек, смотрю. А вот Елена Войтова подошла. Я всегда рад ее видеть. Елена, здравствуйте. Спасибо, что приходите. Хороший человек, Елена Войтова. Для таких людей, как Елена Войтова, я бы каждый день в эфир выходил, честное слово. Просто у меня физически не могу. Сами понимаете. Работа, дела и так далее. Она просто, она хороший человек. Да и не только для нее. У нас все подписчики хорошие, по большому счету. Действительно. Сегодня у нас в чате все лучшие люди собрались. Владимир пишет. Случайно набрел в Ютубе. Ну, ладно, понятно. Какая неожиданная случайность, да, Владимир? Случившаяся случайность – это закономерность. Случайно набрел в Ютубе. Да, Татьяна из Фрунзе. Спасибо за поздравление. Спасибо вам. Сивак Карапетян. Вы не заблокированы. Вы были отправлены на скамейку штрафников на 5 минут. Вот и все. За то, что вы здесь начинаете вспоминать другие каналы. Других блогеров здесь вспоминать не надо. Сивак Карапетян. Вы просто получили штрафные 5 минут. Как в хоккей. 2 минуты на скамейке. То, что не пов, здесь 5 минут. Дальше, пожалуйста, пишите. Но правила нарушать нельзя. Владимир спрашивает. Стрим откуда ведете? Владимир, стрим веду из Центра управления полетом. Странные вопросы задаете. А рядом у меня стоит Останкинская территория Башни Владимировича. Сигнал передают на всю страну. Вот такой ответ мой будет. Да, Иван Семенов, спасибо за поздравления. Конечно, развиваемся, как иначе. И дальше будем развиваться. Сивак Карапетян. Сегодня тема у нас другая. Поэтому сегодня я об этом рассказывать не буду. Почитайте материалы уголовного дела. Как минимум у четверых следы связывания. На руках и ногах. Светлана Бабий, здравствуйте. Да, давно вас не было, Светлана. Так, давайте будем начинать, значит. Да, Татьяна. Центр управления полетами. Елена Войтова, спасибо за ваши пожелания. Дмитрий Иванов. Я тоже случайно посмотрел сериал про дятловцев. Понеслось сначала Ильдар, потом вышел на вас. Я понял вас, Дмитрий Иванов. Спасибо. Да, Екатерина, стараемся. А как? Без чувства юмора иначе, естественно. Девак Карапетян. Вопросы можно задавать во второй части передачи, потому что сейчас я буду рассказывать по другой теме, вот и все. А когда я скажу, уважаемые зрители, давайте задавайте вопросы, пожалуйста, можете задавать вопросы, вот и все. Есть регламент, нарушать его не надо, нежелательно, не советую. Сивак, мы просто во второй части передачи об этом поговорим, не переживайте. Страшно, ничего не случилось. Так, давайте будем начинать. Я смотрю, уже все собрались. Вот последний человек подошел сегодня. Маргарита из Санкт-Петербурга. Маргарита, я надеюсь, вы в красной кофточке подошли. У нас, напоминаю, Маргарита была на конференции в Санкт-Петербурге, приходила, участвовала. Ну, понятно, все понял, Маргарита, вы опять в красной кофточке. Вот по кофточке я вас в Санкт-Петербурге узнавал, среди всех, мою подписчицу. Да, Екатерина, я помню, когда-то пришла на канал, конечно же. Да, Михаил Козлов, спасибо за напоминание, что вопросы капсам задаются, большими буквами. Между собой общайтесь с мелким шрифтом, совершенно верно. Итак, мы начинаем. Сегодня тема у нас – перевал Дятлова. Поговорим с вами об интереснейшем человеке, я бы сказал, подвижнике, который любил свою землю, свой край, людей, проживающих на этой земле, и всю жизнь свою отдал именно изучению этого края. Понятно. Почему я назвал сегодня стрим Арсений? Все вы знаете, что известный писатель, исследователь Арсений ездил по Дальнему Востоку, записывал легенды, сказания, сказки проживавшего там населения, проживающего, ну, местного имею в виду, местного жителя, как тот Чукчи, Гольды, Ульчи. Я оставил очень много материала. Такой же, вот такой же Арсений был и у нас, в наших местах, среди манси путешествовал, поэтому я сегодня хочу рассказать о нем. Многие о нем не знают, не слышали, я расскажу, покажу вам этого человека, чем он замечательный, сколько он собрал фактического материала, сколько он сделал фотографий. Ведь благодаря ему многих людей, именно местных Таёжных охотников манси увидели впервые и запечатлели, запечатлел их навсегда Виктор Александрович. Давайте поговорим об этом. Вот так он выглядел Виктор Александрович Мальцев, прошу любить и жаловать. Путешественник, этнограф, художник, писатель и так далее. Знал всех манси, был их другом. Оставил очень много записей о них. Этими записями мы пользуемся до сих пор. В частности, я тоже эти записи читаю, мне это интересно. Часть записей пропала, но тем не менее, то, что есть, он оставил прекрасный, огромный архив. Сегодня я не мог не вспомнить этого человека. Так, модераторы, следите за дисциплиной, что в чате не надо писать, задавать вопросы. Все вопросы во второй части передачи. Итак, поехали. Арсений в Слозьбы. Вы знаете, есть на Урале удивительные люди. Они совершают рисковые путешествия ради познания истории жизни северных народов, хантов и манси. Что там за Соклар Имсори, Чахаль, Горным Плато, Водоразделом, Волги, Обили Печоры? Что там за Бесконечной Тундрой, покрытой солнечными ягодами, морожки и куропатками? Кто ходил там в этих местах, тот знает, как идти по болоту или преодолевать буреломы, когда тебя живьем съедает мошка, ползти на четвереньках по каменным рекам, курумникам, замерзать на льду реки, когда вокруг один только свет, звездный, и как идти против ветра с риском быть занесенным снежной полугой на горных перевалах. Один неверный шаг и тебя просто нету, останется одна природа, а тебя уже нет. Можно выдержать неделю, может месяц. Если больше, для этого нужно иметь обязательную базу для отдыха или ночлега, как у геологов, как у какой-то домик, чтобы обогреться, обсушиться. Территория Северного Урала до Полярного это тысячи километров, самое небжитое место на планете. Иногда лишь встретишь в этих диких местах Пауль, то есть оно же Мансийское селение, а там проживают одна или нескольких семьи. Да и тех сейчас уже почти нет. Постепенно эти Паули вымерли. Да, только Манси, известные по своим старинным именем, вагулы, могли жить в столь суровых условиях. Эта природа, этот дикий край настолько их закалил, что они стали маленькими таежными воинами. Большая часть этого народа ушла в никуда, к сожалению. Меньшая часть живет в Мансийском автономном округе, другие растворились частично даже среди татары русских. Остатки их проживают на Северном Урале. Можно вспомнить, например, что на Вишере есть одна часто встречаемая фамилия за Уральским крестом. Крептом, селение с таким названием. А в Москве мэр с уральским разрезом глаз. Сергей Собянин. Теперь давайте поговорим о хозяевах уральских гор. Находились люди, которые шли туда только для одного, чтобы исследовать этот народ, этот край, культуру этого народа, религию, быт и труд. Несколько лет назад в Перми вышла книга геолога Сергея Михайловича «Хозяева Уральских гор», в которой он рассказал о своих первых встречах с северным народом Манси. Автор родился, вырос сам в Перми, в микрорайоне Нагорный, рядом с базой георазведочной партии. Что сказалось на выборе профессии интересов, образ жизни будущего путешественника? Там он начал собирать какие-то камушки, хрусталики, которые геологи выбрасывали из кернохранилища за ненадобностью. С этого все, кстати, и начиналось. Потом стал посещать клуб юных геологов, впервые участвовал в экспедиции на берега Вишеры, учился в Пермском нефтяном техникуме, служил в армии, поступил на заочное отделение Свердловский горный институт на специальность геологосъемка, поиски и разведки месторождений полезных ископаемых. Работал тут же в институте на кафедре общеисторической геологии, искал золото в подкрасноуральском, занимался облицовкой камнем метро в Екатеринбурге, а потом остался в строительстве в Перми. Только не оставил он север, его туда тянуло. Еще в начале 90-х начал ходить с друзьями на Иширим, Тулымским, молебные камни, что на Северном Урале. Были они у горы Чистоп, о которой рассказывали фантастические вещи, что якобы там люди какие-то пропадают. Однажды они заплутали и встретились с Манси Прокопием Бахтияровым, шедшим по лесу с лайкой. Напоминаю вам, кстати, Прокопием Бахтияров это внук Александра Прокопьевича Бахтиярова. То есть, это родной внук главного шамана Манси, который был на 59-й год главным шаманом Манси. Пообщались мы с Прокопием Бахтияровым. он нам показал, куда идти по старой Нартовой дороге. Пригласил в гости, обещали, что будут. В этот раз прошли маршрут через Малебный камень, спустились в долину Вижая, ну, реки Вижая, понятно, чтобы через Тахту выйти на трассу. В истоках Вижая вышли на старый заброшенный Пауль, Мансийское селение, с большим домом, вполне жилым. Представьте себе, одинокий дом в тайге, а на чердаке малеца, расшитая узорами, меховая верхняя одежда, монеты, фотографии, черепа животных. Только люди отсутствуют, как будто вышли и не вернулись все. Он был поражен существованием параллельного мира, в котором никого уже давно нет. Хозяева ушли навсегда, либо умерли. Дом так и стоял в тайге. Через год с фотохудожником Виктором Манукановым отправились в гости к Прокопию Бахтиярову. Жили у Манси дней пять, ходили по окрестностям Пауля, слушали рассказы хозяина Прокопия о прошлом народа, о традиционном укладе жизни, тысячелетних преданиях, шаманских обрядах. И последующие годы также заезжали к Прокопию, чтобы потом уйти дальше на север от него. Бывали в Тресколе, известном Мансийском Пауле на Лозе, где жили потомки Анямовых, Сабиндаловых, Бахтияровых, Пеликовых и Пакенных. Вообще, я вспоминаю, что Тресколе, мы раньше называли это, была ставка Мансийских родов. С каждого большого многочисленного рода там оставалось по одной-две семьи. Мы записывали рассказы, песни, бытвы агулов. Однажды отправились на озеро Турват, что на территории Хантамасийского автономного уклада, где у истока в северной Сосьвой реки живет род Сабиндаловы. Они считаются и хранителями этого озера Турват, на берегу которого находилось когда-то святилище. И рядом горный массив Ялпынкнер. День шли по болотам, чуть не утонули, но святилище так и не нашли. А было ли оно это святилище? Зато познакомились с семьей Саввы Сабиндалова. Пришлых людей здесь Манси видят редко, поэтому многих помнили из тех, кто к ним приходил за каждый год. У каждого места в Пауле в окрестностях имелось имя собственное, которое давалось по каким-то мансийским духам и событиям, и фактам, которые так и случались. Вот рассказывает Савва Сабиндалов. Вот эта скала называется Вера Александровна Поваран Террас. Оказалось, что на этом месте когда-то подвернула ногу Варсонофьева, первая женщина в России, получившая степень доктора геолога миниологических наук СССР. Звучало так, будто это произошло вчера, а не 60 лет назад. Я удивился памяти Саввы Сабиндалова. Потом он говорит, а вот тут я за Платином разговаривал опять ощущение вчерашнего дня, хотя прошло черт знает сколько лет, когда Савва еще был мальчиком пас с отцом оленей в горах Урала. Или вот Савва вспоминает, а тут был Виктор Мальцев из Перми. Фамилия Мальцева рассказывает Сергей. Я заинтересовался, кто это такой Виктор Мальцев. Савва рассказывает, он такой человек, что наши отцы сами показывали, открывали ему все святилища. Ему одному из русских верили и все показывали. Говорит Прокопий. Да такой этот человек Мальцев, я вам скажу. Это был наш лучший друг. Что интересно, воспоминания Саввы Сабиндалова говорит, что Манси испытывали к Мальцеву крайнюю степень доверия. Что случалось очень редко или вообще не случалось. Ни об одном человеке, как о Мальцеве, больше от них не слышали. Мы, например, ходили к Прокопию раз примерно в пять лет, но нам он этого святилища так и не показал. Хотя до разговора о сакральной жизни все равно доходило. Вольно и невольно мы касались в разговоре шаманизма, поскольку все у Манси завязано на духах. Но когда я начинал говорить о святилище, Прокопий Бахтияров сразу резко замыкался и говорил, как отрезал. Я же к вашим богам не лезу, что вы лезете к нам? На озере Турват, конечно, мы никакого святилища не видели, хотя знали о его существовании, но где оно было, Прокопий нам так и не указал. Спустя годы я увидел похожее место на фотографии Виктора Александровича Мальцева. Уже позднее упоминая фамилию Виктора Мальцева мы удивлялись, что его отлично помнят как своего большого друга Манси среднего и старшего поколения. Фамилия Мальцева открывает все двери. Сами Манси даже сегодня этого человека называют легендарным и загадочным. Он художник, этнограф, путешественник, экстремал. На протяжении нескольких десятилетий в одиночку только один всегда совершал многомесячные летние, иногда зимние исследовательские маршруты по Уралу. Несколько раз проходил он от истоков Виши до побережья аж ледовитого океана пешком. Представляете, страшное дело. Около тысячи километров и возвращался живым. Обыкновенному человеку это просто не выдержать. Его походы на тысячи километров вызывали у Манси какое-то благоговение. Они его считали волшебником. Что интересно, архивы Виктора Мальцева почти все исчезли. Родители умерли, а сестры уехали из Перми и живут неизвестно где. Но друзья его, в том числе и Владимир Андросов, сохранили письма этого загадочного и удивительного человека. Вот, например, одно из них, которое написал геологу Александру Новикову в поселок Полярный Урал. Пишет Виктор Мальцев. Держусь я стоически, передюжим. Таким худеньким, минус 30 килограмм, вернулся еще, потому что четырех туристов меня еще на реке под Черем обокрали. Пока я спал, у меня украли все суповые пакеты. Но слава богу, это было еще до снега. Грибов было валом, ягода, рыба, не смерть. Так я и пропитался. Обратно мои воры плыли на катамаране по реке. Меня увидели, смеялись, питаясь синявками, рыжиками. Выманить на берег мне их не удалось. Они проплыли мимо. в тот раз я Урал перешел почти пустой. Сам перешел в пургу ночью уже по льду. Последние слова в письме о поисках легендарной золотой бабы, которыми художник занимался тоже. По его мнению, по мнению Виктора Мальцева, золотая баба это просто общее название каменных истуканов манси, стоящих в священных местах Уральских горах, в том числе на Плате Мани Пупинер. Кроме того, Мальцев описывал следы снежного человека, встречались ему на пути иногда. При этом Мальцев всегда ходил один, не брал с собой ни телеоператоров, ни спасателей. Он был один в пространстве и времени. В свободное от работы время от экспедиции Виктор Александрович подрабатывал в Пермской краевой клинической больнице художником-оформителем, оформлял настенные работы, писал красивые картины. Но после смерти автора о нем уже никто в стенах больницы не вспоминает. Виктор Александрович на экране. Башков смотрит Мансийский. Экспедиции в параллельный мир под заголовок рассказывает в своих записках Виктор Александрович. Хозяевами Уральских гор я называл местный народ Манси. У меня появилась мечта рассказать о Манси всего Урала, живущих в том числе и на Северной Сосьве и на Ляпине и дальше. Захотел проследить кто там в северных краях из них остался и собрать материал. Чтобы подготовиться я начал собирать сначала очерки людей которые ходили до меня по Уралу или параллельно со мной. так постепенно я знакомился с этим самобытным и очень богатым краем. Я познакомился с текстами школьник-преподаватель Алексей Казанцева Алексея Карцева из Чердыни которые 15 лет ходили с ребятами на север изучали остатки былого мансийского присутствия именно на западном склоне Урала. Познакомился я с геологом Александром Новиком в начале 90-го работавшим на полярном Урале. Сохранилось очень много снимков в том числе просто уникальный вот Виктор Мальцев встроенный перехваченный широким офицерским ремнем с рюкзаком стоит в горной тундре на фоне величинных останцев мань попунера. На одном из фото уже цветного хорошего качества вижу группу из нескольких человек. Это князь Михаил Романов Леонид Багратион рядом известный общественный деятель Финляндии Кирилл Глушков его жена писательница Марианна Фликенберг Глушкова и их дочка Кира. Это экспедиционный товарищ Виктора Мальцева с фотографированной с представителями царской семьи. Напоминаю, что писательница Мариана Фликенберг опубликовала в 92-м году в Хельсинки книжку, где она рассказала о путешествиях вместе с Виктором Александровичем Мальцевым. Как раз этот момент я на прошлом стриме зачитывал, когда Виктор Мальцев прибыл в селение и шаман Яковсом Биндалов прошепнал какие-то заклинания пока он у него за столом сидел. После этого Виктор когда вернулся к себе домой у него отказали ноги полгода он лечил ноги не мог. Об этом я рассказывал в предыдущем стриме можете почитать. И вот сейчас я фотографию вам покажу этой писательнице цветная Марьяна Флекемберг Глушковой. Глушкова потому что по фамилии русская подданная ее родители сбежали из России после революции. Сейчас секундочку сейчас Виктор Александрович посмотрим посмотрим они отпечатались ну ладно так сегодня у нас ее нет получается на том стриме я рассказывал сейчас секундочку продолжим так кто у нас подошел Александр сис 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 Несмотря на свои путешествия, скитания и лишения, Виктор Мальцев оставался оптимистом. Вот, например, как он рассказывал о случае с ним 5 ноября 1993 года, произошедшем с ним в поезде. Вы представляете, у меня в поезде украли мой финский рюкзак со всем содержимым, пока я спал. Ну, что поделать, переживем все, восстанавливаем почти все. Очень жалко, фотопленки у меня там были. На пленке были медведь, лось, лебеди, рыба, скалы, минсны, горы, льды, люди замерзающие, замерзающие реки. Ё-моё, я все равно туда вернусь, все снова отсниму, никуда не уйдет. Пойду в новую экспедицию. Что поделать? Ну, украли и украли. Буду восстанавливать записи. Эх, и хлебнул я горюшко в этом походе. Обгорел, застужен, искупался в пороге на реке Толье, притоке Воли. Хлебнул горюшко. Болею пока. Температура. Что творится на севере? Манси стали вымирать. Получаю от них письма. Недоедание, воровство, грабежи пачками, пьянка, убийство. Лес Печоры почему-то выкупили уже французы. В городе Березове целый пакет пропавших убитых манси, пропавших без вести. Напоминаю, это Виктор Александрович еще писал. И именно такие люди, как Мальцев, двигали страну на северо-восток, создавали ту великую страну. Геологи, казаки, купцы, ученые, подвижники. Как было написано в стихотворении у Николая Гумилева. Мы рубили лес, мы копали рвы и шли дальше. Фотохудожник Вячеслав Мухтаров встречался с Виктором в 80-х годах. Несколько раз провожал и встречал его с экспедиции. Он рассказывал, что из каждого похода Мальцев нес с собой по 20 блокнотов без корочек, что были легче с записями и рисунками своим мелким убористым почерком. Все страницы блокнотов были записаны. Представляете, 20 блокнотов и все исписаны. Это же сколько всего он записал, проживая у Манси. За несколько десятилетий накоплен был гигантский объем этнографической информации. Это же несколько книг буквально. Где теперь эти блокноты? За время подготовки Сергею Михайловичу удалось найти несколько человек, с которыми Виктор вел переписку. Один из них, бывший охотовед Владимир Валдайский, поделился с исследователями письмами и фотографиями этнографа, которые сохранились у него. Из разных источников сегодня известно, что еще в юности, после первых встреч с оленеводами в горах Северного Урала, Виктор Мальцев стал одержимым человеком, посвятившим жизнь изучению жизни Манси. Со временем главным его интересом становилась сакральная жизнь Манси, скрываемая от посторонних глаз окутанной вековой тайны. Его интересовали все стороны Мансиевской жизни. Легенды были и сказания. Привозил из экспедиции иногда по 20 отснятых фотопленок. Виктор Мальцев готовил большую книгу о Северном народе. Им были сделаны тысячи фотографий, списаны сотни блокнотов, сделаны многочисленные зарисовки, карандашов, найдены и описаны таинственные места, Мансиев. В первые свои трансуральские путешествия Виктор Александрович отправлялся даже без палатки и спальника, туристического коврика и ружья. У него был кусок полиэтиленовой пленки, в которой он заворачивался и без ужина падал на землю после 18 часов ходьбы. Несколько раз его замерзающего в одной штормовке подбирали линеводы, занесенные снегом полярной тундре, вспоминает Сергей Михалевич. Виктор был настоящим сталкером Севера. С которым проявляли желание выйти на маршрут не только на россияне, но и многие иностранцы, которых он последние годы жизни водил по этим местам и показывал, рассказывал. Но все-таки Виктор Мальцев предпочитал одиночные маршруты. Он подвергал себя такой опасности, которая не могла кончиться его гибелью. Он просто знал этот край и верил в свою счастливую звезду. И она его вела в его путешествие, в его приключениях. На фотографии, сделанной Виктором, можно увидеть сундуки на цепях, какие-то тайные святилища со следами кровавых жертвоприношений, фетиши из родовых амбарчиков манси. Он рассказывал друзьям об удивительных вещах, когда кто-то шел рядом с ним параллельным курсом. Было видно, как отгибаются и трещат ветви, при этом там никого не было. Как говорил Виктор, я иду, чувствую, кто-то рядом идет, оглядываясь, а никого, а ветви трещат. Какой-то невидимка меня сопровождает. Он рассказывал о местах с угнетенной растительностью, откуда хочется бежать в паническом страхе, потому что находиться там просто невозможно. Частичное воспоминание о путешествии Виктора Мальцева можно найти в книге, которую собрал его друг и почитатель Сергей Михайлович, в которой включены почерки семи авторов, в том числе и Виктора Мальцева. Как я уже рассказывал, в 1992 году в Финляндии вышла книга «Марианна Флекемберг. Земля угров», в которой как раз Виктор Мальцев рассказал о своей встрече с шаманом Яковлым Кузьмичом Саббиндаловым. Но об этом я рассказывал на предыдущем стриме, можете посмотреть. Что интересно, геолог Александр Новиков, готовивший письма Мальцева к публикации, утверждает, что в последние годы Виктор Мальцев испытывал нападки не только со стороны, каких-то посторонних людей, но даже со стороны пермских бандитов, что было вообще странно. Никакого капитала он за свою жизнь не нажил. Но он об этом вспоминал в своих письмах. Как будто этих бандитов кто-то к нему подсылал. По этому поводу наш известный академик Дмитрий Лихачев говорил, «Может быть, в каких-то странах обществом и наукой управляют рынок и здоровье конкуренции, но в нашей стране всем управляет злая человеческая зависть». Общеизвестно, что зависть к талантному человеку черная бездомна. Великий путешественник Виктор Мальцев ушел от нас, но оставил после себя очень много фотографий и материалов. И он, как никто, приблизился к загадке золотой бабы Сорни-Най и к другим загадкам и таинствам этих земель. Скончался Виктор Александрович Мальцев в 2007 году в возрасте 55 лет в одном из городов Пермского края. Ну, что стало с его основным архивом, снимками, рисунками и рукописями? Снимки частично теперь гуляют по интернету. Архив Мальцева пропал, как будто чья-то злая рука изъяла его. После его смерти в квартире не найдено ни одного листочка, что удивительно у человека, у которого хранились сотни блокнотов. Кто-то побывал в его квартире до того, как он был найден мертвым. Забытый всеми обворованный путешественник тихо скончался в своей квартире. Он не имел никаких званий, ни наград. Он просто любил свой край. Он любил эти народы, населяющие этот край. И был им другом и братом. Поэтому фамилия Мальцева теперь священна для Манси. Они все его знают. Особенно старшее и среднее поколение. Как вспоминал его друг, гигулок Александр Новиков, Виктор Мальцев был одержим, чтобы изменить жизнь Манси. Мечтал, что когда-нибудь будет осуществлена программа им помощи. Мечтал написать книгу, но этого не случилось. Не успел и тихо скончался в своей квартире. Вот такой эпилог. Печальный. Давайте теперь посмотрим на этого человека. Напоминаю, все Манси Северного Урала его знали. И считали просто своим другом, братом, даже соплеменником. Давайте его вспомним, Витру Александровичу Мальцеву. Так, вот здесь он сфотографирован возле Нарт. Напоминаю, он всегда был с фотоаппаратом. И просил иногда, чтобы его тоже сфотографировали. Здесь он на снимке. Вот здесь он на плато Мампу-Пенер, где каменные стуканы сфотографированы. Вот здесь интересная фотография. Здесь слева Виктор Александрович Мальцев. А справа это Мирон Бахтияров, сын главного шамана Бахтиярова. Все Мирона знали по обличкам. Такого у него внешности, невысокого роста. Сын Александра Прокопича Бахтиярова. Кстати, брат Альбины Бахтияровой, она же аня моя, которая сегодня в Ушме проживает. Вот это ее родной брат. Сегодня мы с вами знакомые лица будем видеть на фотографиях. Так, вот интересная фотография. Тогда еще оленеводство не загнулось. Вот здесь Виктор Александрович сидит с пастухами Манси. Первый это Роман Анямов. Я просто его знаю уже в лицо. Здесь дальше Пакин сидит. Ну, другие Манси. Вот Роман Анямов, за ним ребенок стоит. То есть, Роман Анямов был с такими залысинами, но его все знали. Сегодня мы с вами его еще увидим. Так вот, Виктор Александрович путешествует со своим фотоаппаратом. Попросил тоже кого-то снять. Видимо, он был фотоаппарат у людей. Вот он в болотниках, в куртке. Осень. Так, а здесь Виктор Александрович в лодке резиновой сфотографирован. Рука опирается на дюралевую лодку. М Моторка. Снят возле реки. Возле берега. Так, здесь, ну, опять здесь Виктор Александрович. Справа вот тут Роман Анямов известный. Он сейчас уже в живых его нет. Его все знали. Хороший человек был. Всеми уважаемый. Присели закурить. Так, вот. Виктор Александрович. Памятник такой. Мальца Виктор Александрович. Родился 27 июня 51 года. Скончался 18 апреля 2007 года. Исследователь Урала. Этнограф, художник. Ну и живые цветы. Вот. Так, это вот Виктор Александрович Идолов смотрит. Башки из дерева вырезанные. Мансийские рядом. Кукла тоже тряпичная. Напоминаю, Мальцеву Манси показывали все. Единственное, мы ему они все показывали и рассказывали. Здесь уже цветная фотография. Это уже 2000-е годы. Вот идет с поклажей полностью. Напоминаю, он всегда ходил один. То есть, прекрасно знал местности. Ходил один всегда. Ну, припасы с собой, понятно. Тут палатка уже висит на груди, сложенной в чехле. Вот возле оленей тоже Виктор Александрович. Рубашка, вот куртка, брюки. Куртка-энцефалитка, так называемая. Куртка-энцефалитка, вот такой он был. Арсеньев Слозевый, они его так и называли. Очень жаль, что мало прожил, книжку не успел написать. Я думаю, если бы он написал книгу, мы много интересного бы узнали. Кстати, фотография сделана недалеко от Халатчахля. Так, вот здесь он сидит тоже в болотниках, с собачками на берегу. В телогрейке, в фуфайке. Ну, он здесь в воде стоит, болотники раскатаны. В воду зашел, сфотографировали его. Чехол фотоаппаратов, фотоаппарат в чехле, все, как положено. А тут интересная тоже фотография он. Сфотографирован рядом детишки, Манси сидит. Что-то рассказывает. Вот здесь он с семьей Романа Анямова. Слева вы видите, это Роман Анямов. Его семья, детишки на память общались, дружили они сильно. Вот, сфотографировались на память. Сейчас эти дети уже взрослые, мальчик и девочка большие. Романа Анямова уже в живых нету, к сожалению. Виктора Александровича тоже нет. Ну, в общем, ситуация такая. Возможно, как у Юдина пропали записи, так и у Мальцева все записи исчезли из квартиры. То есть, кто-то там побывал ранее. Так, а вот интересная фотография, друзья. Кто хотел видеть, как озеро Турват выглядит. Ну, здесь всегда жили Санбиндалово рядом. Так получилось еще с тех времен. До сих пор там проживают вот это озеро Турват. Здесь рядом поселение, где проживают Санбиндалово до сих пор. В принципе, озеро небольшое. Но Виктор Мальцев здесь тоже был. Вот здесь он с фотоаппаратом. Причем фотоаппарат Зенит. Я уже отсюда вижу хорошую камеру. Для того времени Зенит тогда больше 100 рублей стоил. Очень дорогим считался. И очень мощным фотоаппаратом. Вот вижу поверхник треугольничек на корпусе. Это Зенит. Возможно, Зенит Е. Может быть, это ТТЛ. Но, скорее всего, Е. Я еще по чехлу обратил внимание. Просто я знаю фотоаппарат Зенит. Чехол именно по объективу. Теперь убедился, что у него Зенит фотоаппарат был. Очень хорошее качество позволял снимать. Ну, вообще, Зенит в те времена один из лучших был. Во времена моего детства. Был дорогой, профессионально считался. И снимки были отличные. Все корреспонденты газет с этими Зенитами ходили. То есть, тогда импорта не было. Но это детство мое было давно. Так, а вот здесь интересная фотография. Виктор Александрович сам на лодке на резиновой. Через порог. Это река Вишера, напоминаю, в Пермском крае. Вот он здесь преодолевает порог. То есть, так сплавляется. Ну, в одного идет, вот как он любил. Да, Татьяна Романская очень мужественный человек. Ходил всегда один. Но судьба была такая, что судьба его сохранила. То есть, он и замерзал. Но, тем не менее, из всех путешествий больной возвращался. Ну, всегда здоровым. Ну, живым. Напоминаю, что в свободное время от путешествий он работал в Пермской больнице. В областной клинической. Был оформлен художественным оформителем. То есть, получал какую-то зарплату, понятно, официально. Работал. А все остальное время, понятно, брал отпуска, видимо. И путешествовал летом. Светлана Чеснова, кто же наблюдал за ним, что все дневники изъяли. Светлана Чеснова, я подозреваю, что за ним наблюдали те, кто хотел бы, чтобы тайна сорнена и тайна святилищ сохранена была. Вот я так думал. Чеснова. 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 Так, сейчас мы немножко вернемся. Вот он, Виктор Александрович. Хороший человек. Посмотрите на его лицо. Он никому зла не сделал. Добрый человек. Просто путешествовал. Напоминаю, закончил университет. То есть, у него в Свердловске. Горный. И был путешественником. Так, здесь у него чехол. Бинокль висит на груди в чехле. Хочу вернуться к одной фотографии сейчас. Еще раз убедиться, что все. Да, вот он, я вижу. Зенит у него. Все-таки Зенит. Еще раз вижу по корпусу. Сверху объектива. И надпись Зенит. А сейчас я еще больше. Вот, вижу по чехлу. Да, это Зенит. Вот, напоминаю, у Зенита объектив был. Гелиус. И вот, как раз по чехлу я вижу. Да, Зенит у него был все-таки. Фотоаппарат. Гелиус 44, если не изменяет память. Да. Хороший фотоаппарат, поэтому снимки хорошие оставались. Человек путешествовал. Вот, представляете, насколько он знал этот край людей, что он мог в любую юрту Манси зайти, как свой. Они его за своего принимали. Единственному доверяли только ему. Он состоял в переписке с Владимиром Андросовым, с которым они дружили из Вижа. Все вы знаете, охотник известный тоже. Он состоял в переписке с Майей Пискаревой, естественно. То есть, общались они. Ну, письма, понятно. Тогда письма, тогда же не было телефона. Полина Екатерина, почему Манси ему доверяли? Екатерина, почему Манси ему доверяли? Ну, давайте посмотрим, почему Манси ему доверяли. Вот, смотрите, вот он сидит с ними. Сейчас я вам, Екатерина, попробую. Посмотрите в его лицо. Понимаете, Манси все-таки неплохие психологи. Они, быт у них таежный, суровый, вынуждены были выживать. И, видимо, сразу по человеку могли определить, хороший, злой, или там лживый, или какой-то человек. Видимо, по лицу Виктора Александровича они сразу поняли, что зла от него ждать, как бы, зло он им не причинит, скажем так. Поэтому, чем-то он им показался, доверяли. Вот, ему они все показывали. О чем рассказывает Савва Самбиндалов. Он же, помните, я зачитывал, когда Михалевич пришел к нему, он рассказывал, что мы с Витером Александровичем, с Мальцевым общаемся, а вас я не знаю. Сергей Подаревский, здравствуйте. Ну, потом записи посмотрите. Я просто сегодня о путешественнике рассказываю, этнографе, художнике, подвижнике, который не заработал на этом ни копейки, тратил свои деньги на экспедицию. Правдами, неправдами. И, тем не менее, путешествовал, записывал сказания, легенды, фотографировал, беседовал. Ирина Проскурина, как он не боялся ходить один по тайге? Понимаете, Ирина Проскурина, тайга, она в основном безлюдна, так скажем. То есть, на многие даже, может, сотни километров не встретиться ни одного становища, там, станка, становища, юрты и так далее. Понимаете, есть такое выражение. Надо людей бояться, понимаете, да. А в тайге людей, как правило, не было. Он и ходил. А повадки изберей он все знал. Поэтому умел выживать в тайге. Вспомните, когда его ограбили, украли все у него суповые наборы. Он питался ягодой и грибами, и выжил. И вернулся. О чем он и писал, что утащили все мои продукты, пока спал. Лихие люди. Екатерина, Мальцев не интересовался гибелью дятлусов? Екатерина, скажу вам так. Мое мнение, что интересовался. И очень жаль, что он рано умер. Я думаю, он сейчас очень много мог бы рассказать, если бы он был живым. Я думаю, интересовался. Там все интересовались, кто жил в тех местах. Нет, Виктор Тарасов. Ноги отнялись у него не из-за мини-инфаркта. Врачи, когда его обследовали, когда он вернулся от сам Биндаловы, у него не было никаких болезней. Но ноги у него болели. Полгода он вынужден был лечиться. И ноги у него заболели после беседы как раз с шаманом. Я об этом на прошлом стриме рассказывал. И об этом пишет Марианна Фликенберг. Напоминаю, она сюда приезжала, и он водил экспедицию. То есть она ходила. Он ходил всегда один, но иностранцы приезжали, он водил их по этим местам, показывал. Да, Виктор Тарасов, да, шишки трещат от мороза. Согласен с вами. И такое бывает. Бывает и такое. Ну, еще раз вам напомню, по воспоминаниям его друзей, Манси рассказывали ему все, Виктор Александрович, он знал все вообще. Все тайны и загадки народа, они ему рассказали все. Показывали свои святилища. Но сам он об этом не рассказывал, а архив, к сожалению, записи он оставлял, он исчез. Остались только письма у Андросова, у Новикова и у его друга, и у Михалевича. Давайте я это письмо зачитаю. Я на прошлом стриме зачитывал. Давайте я зачитаю, что все-таки какие-то угрозы он получал, можно сделать вывод. Сейчас, секундочку. Я у себя на компьютере, у меня материалы все сохранены. Так, беседа, сейчас, секунду, где она у меня. Все-таки хочу я это письмо зачитать, выдержки из его письма Владимиру Андросову. Так, сейчас мы его найдем. Так, 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 где-то гоня. Сейчас набираемся. Да, вот это письмо. Давайте я зачитаю все-таки. Думаю, сейчас особенно будет актуально звучать. Так, вот оно. Так, по-нагогу, вот. Вот записала Майя Пискарева. Владимир Андросов ей написал. Владимир Андросов рассказывает. Вот еще одно письмо мне пришло от Виктора Мальцева. Обращаю ваше внимание. Виктор Мальцев пишет. А еще я получил весной этого года одно нелепое письмо от Н. То есть он фамилию не называет. Дальше. Полное несуразных высказаний откровенного подозрения и угроз в разглашении их религиозных тайн. Обратите внимание, слово угрозы. И дальше Виктор Мальцев пишет. Владимир, ты мне как-то сказал, что ты используешь меня и, возможно, я не узнаю. А я тебе хочу сказать, Владимир, когда ты меня потеряешь, ты потеряешь все, все то, что ты потеряешь всякий доступ к таким тайным загадкам, о котором и тебе, и другим не снилось. Слова Виктора Александровича Мальцева. Ну, опять же, это его слова, переданные Владимиру Андросову. Понимаем, да? Вот он так и написал. Вот еще одно из письма мне от Виктора Мальцева. Мальцев ему рассказывает, что получил весной этого года одно нелепое письмо от Н, полное несуразных высказаний, откровенного подозрения и угроз в разглашении их религиозных тайн. Чьих религиозных тайн? Их. Ну, видимо, Манси, можно сделать вывод, хотя об этом здесь не написано. Написано «их». То есть кто-то написал Мальцеву письмо с угрозами. И уже, видать, ну, как в сердцах Мальцев пишет Андросову. «А потеряешь ты меня, ты потеряешь весь доступ к таким тайным и загадкам, о которых другим и не снилось». Это фраза Виктора Александровича Мальцева Владимира Андросова. Все. Как он ее передал. Я ни на чем не настаиваю, я просто зачитал эту фразу. Она необходима была сейчас. Что имел в виду Виктор Александрович ушло вместе с ним? То есть в письме он получил какое-то письмо с угрозой. Это можно понимать. От кого с угрозой, с какой угрозой, мы не знаем с вами. То есть рассуждать можно 150 раз. имеем то, что имеем. Вот он с зенитом стоит, фотографирует. Да, тут хотел немножко поправку внести, извините. Сейчас, секундочку, по фотографии. Так, здесь вот он башков рассматривает, вырезанных из дерева. Кукла. Сейчас, секунду, Виктор Александрович. Так, хотел поправиться, извините, оговорился. На груди у него висит не палатка, это чехол для надувной лодки. То есть это лодка, была лодка такая, Нырок 2 называлась. Вот это чехол, резиновая лодка, вот от нее чехол на груди. Ну, то есть на шее висит у него. То есть палатка, скорее всего, видимо, сзади где-то приторочена там. А это чехол, да, от лодки. Я просто сейчас пересмотрел. То есть он сразу, обратите, то есть по берегу шел с лодкой, то есть куда-то переправляться мог, плыть. То есть это вот не современные эти лодки, это еще советский чехол. Я видел эти чехлы. Здесь лодка, лодка типа Нырка, либо Нырок, либо Нырок 2. Они были. Нырок, он полутораместный, то есть на одного там, а Нырок 2 вдвоем можно было поместиться. То есть два человека. Ну, здесь Нырок 2 даже может быть. Сразу поправился, извините. Так, а теперь вторая часть передачи. Теперь мы с вами поговорим. Давайте обсудим с вами. Это обсудим и пообщаемся. Я отвечу на вопросы по Перевалу Дятлова, Естественно. Так, сейчас я в чате посмотрю и будем общаться. Так, кто у нас еще подошел. Ирина Колесникова. Олег, может, ему помогли умереть светлая память Виктору Мальцеву. Ирина Колесникова. Ну, там непонятно. Вроде как официальная смерть, там сердцем у него что-то было. Ну, записи его все блокноты исчезли. И вы не забывайте, что он книгу готовил. Именно материалы для книги. Там буквально оставалось. То есть он мог уже написать книжку. Ни листочка не нашлось. Представляете, человек в пустой квартире. Ни листка, ни записи, ни блокнота. Вообще от слова совсем. То есть все труды пропали. Ну, как пропали? Где-то находятся сейчас частные коллекции. Кто-то зажал себе. Он же там описывал и геологическое строение какое-то. Не забывайте, что он горный институт закончил. То есть там интересный материал, я думаю, был. Татьяна Романская. Может, его записи подрезали те, кто ищет бабу золотую? Как вариант Татьяны Романской. Может быть и так. Татьяна Романская. Озеро красивое. Ракурс так и просится на холст. Да, озеро Турват. Говорят, очень красивое. Виктор Тарасов. Была ли семья у Мальцева? Виктор Тарасов. Ничего не известно. То есть даже про жену. Ну, возможно, с кем-то встречался. Официально нет. Женат не был. Ничего не известно. Да, Маргарита. Ранее смерть. Пропажа записи выглядит подозрительно. Для меня тоже, да. Я согласен с вами. Виктор Тарасов. Его дневники должны быть или в архивах, или проданы, или вывезены в США. Как вариант, да. Как вариант, вполне возможно. Ольга 125. В том-то и дело, что официальные причины нам даже неизвестны. То есть по вскрытию непонятно. В России нет писателей о манси, такого, как Редхео и Фарли Моут. Виктор Тарасов. Я подозреваю, если бы эту книжку все-таки Виктор Александрович издал, мы бы получили нового самобытного писателя. Надежда Шалаева. Здравствуйте. Привет из Стокгольма. Здравствуйте, Надежда. Я первый раз на стриме посмотрел все предыдущие. Очень интересно. Надежда, спасибо вам. Привет вам в далеком Стокгольме. Спасибо. Виктор Тарасов. Редхео продал свои книги в Германию. Виктор Тарасов. Ну, это его личное дело. Но я помню, например, что Редхео печатался и у нас, в нашей стране, выпущенные его книги. Я видел книжку Редхео, выпущенную. Там фотография писателя на одной из первых страниц, на корочке. Надежда Шалаева. Спасибо вам большое. Спасибо. Татьяна Романская. Думаю, Манси видели, что он не просто интересуется их бытом, а искренне переживал за них. Да, Татьяна Романская, потому что все Манси о Викторе и Мальцеве отзываются исключительно уважительно. Я бы сказал, даже с небольшим пиететом, если можно так выразиться. Хотя Манси обычно так не выражаются. Тем не менее. Кстати, отец Валера Анямова, Николай Васильевич Анямова, прекрасно знал Мальцева и дружил, общался с ним. Жалко, что он скачался в 85-м году у Николая Васильевича Анямова. Мог бы многое рассказать. Он его знал прекрасно. Еще раз повторю, Виктор Тарасов, там непонятно, почему ноги. Вот он вернулся от Санбиндалова, когда шаман там шептал какой-то заговор. И ноги, он полгода лечился, ноги болели сильно. Причем это не микроинфаркт, ничего не было. Врачи руками разводили. То есть сперми он лечился, и врачи не могли понять, что у него с ногами. Да, Мария Голубовская, светлая память. Да, конечно же, этому человеку. Лена Ткаченко. Официально о жене ничего неизвестно. Ну, наверняка понятно, что были какие-то подруги, может быть, даже с кем-то жил. Но нашли его мертвым одного в квартире. Валерий Альмира. Как точно было сказано про зависть людскую? Да, Альмира, совершенно верно. Деда Шалаева. На прошлом стриме вы говорили, хотел шаман жизнь забрать, чтобы свою продлить. Да, Надежда Шалаева. Об этом писала вот эта Марьяна Флекемберг. Да, то, что ему сказали жители этого поселения. То есть, когда он приехал через три года туда, шаман к тому времени с Аббидалов уже скончался. А жители ему, ну, кто там жил, сказали, что шаман хотел ваш... Ну, по словам жителей, это слова были жители, ему они рассказали. А он об этом рассказал Марьяне, и вот она записала свои книги. Виктор Тарасов. Есть внушаемые люди, но в колдовства не может быть. Ну, как вариант Виктор Тарасов. Поэтому... Екатерина, а не может быть такое, что Манси могли ему рассказать, как погибли дятловцы? Екатерина, отвечу на ваш вопрос так. Я предполагаю, что Виктору Мальцеву об этом рассказали. Я думаю, что он об этом знал. Виктор Тарасов, он был скорее как Ливингстон. Ну, как вариант, да, я знаю, Тарас, путешественника Ливингстона. Может быть, как вариант. Да, Михаил Козлов, он шел один совершенно, и он почувствовал, услышал, как кто-то рядом идет. Когда он оборачивался, никого не было. Но трава шелестела, как будто идет кто-то. Напоминаю, это не была зима. Иван Семенов, какой чудесный человек, царствие небесное. Совершенно верно. Да, тайну унес с собой много. Андрей Севков убегает. Андрей, до свидания, пока. Спасибо, что приходил. Виктор Тарасов, в Северной Америке в шаманов не было, были вожди племен. Но сегодня у нас тема не про Северную Америку, Виктор Тарасов по этому. Валия Эльмира рассказывает. У нас в горах, когда идешь по лесу, бывает тоже, как будто кто-то идет параллельно, даже ветки трещат. Остановишься и все стихает. Ну, может и так быть, Эльмира. Ну, вот он записал, что кто-то рядом присутствовал. Я просто никого не видел. А чувствую, кто-то идет рядом. Лена Проскорьна, может известно, какие темы он поднимал в переписке с Майей Пискаревой? Лена Проскорьна, то, что он поднимал темы, ну, как бы Майя Пискарева об этом написала. Но именно не успели они дойти в переписке как раз дятловцев в теме переписки, я имею в виду. С Андросовом он четко переписывался, потому что, во-первых, ближе жили, не забывайте. Виктор Мальцев в Перми жил, а Андросов жил в Вижайе, в поселке Вижайе. Ну, потом, понятно, Андросов переехал в Негань и уже от Рака скончался в Негане. Светлана Бабий, вы поднимаете, судя по всему, очень опасную для разглашения пласт информации. Снимаю шляпу, не поступают ли вам угрозы? Светлана Бабий, угрозы мне не поступают, но через десятые руки, да, иногда бывает, доходят до меня сведения. Напрямую нет. Михаил Козлов, Олег, скорее уфимка лодка. Михаил Козлов, я понял, о чем ты говоришь, уфимские лодки это Юрюзани были и еще там назывались. Как вариант может быть, но чехол похож. Чехол точно от резиновой лодки. Я почему-то исправил, поправил себя, вернул, потому что, как бы, зачем врать? Надо, если ошибся, надо поправить обязательно. Да, он лодку несет. Может, уфимскую. Если Михаил Козлов знаешь, Юрюзань такие лодки уфимские делали. Не знаю, по-моему, до сих пор их делали. Надувные. Да, Светлана Чеснова с вами согласен, но в лесу все равно одному неуютно. Конечно, неуютно. Тем более, он ходил на такие расстояния, бешеные. Полина, Екатерина, кто фотографировал, как Мальцев рассматривает идолов? Сами Манси. Екатерина, да, он какого-то попросил, ну, там кто соображает. Понятно, что взвел затвор зенита. Просто попросил, видимо, кнопку нажать. Поэтому, естественно, какого-то Манси попросил. Он ходил один, поэтому если он приходил к Манси, он был один. Больше там европейцев не было. Никого. Вера Морева. Манси ему доверяли, потому что от них ничего не нужно было. Он просто хотел больше узнать о них. Вера Морева, да, я с вами соглашусь, вы написали правильно. Я же напоминаю, этот человек был бессеребренник, он ничего не нажил на это. Он все свои какие-то накопления, денежки собирал в кучу и как-то старался. Вот даже помните, когда эпизод, когда у него супы украли. Это же были простые пакеты, как их называют, бич-пакеты суповые. Тогда продавали самые дешевые. Он просто брал с собой экспедицию. Рафаэль Абдурмянов. Я служил в Пермском крае, в тайге. Действительно, когда идешь один в темное время, то создается впечатление, что кто-то идет по пятам, дышит в спину. Не страшно, но очень жутко. Рафаэль может быть, как вариант вполне может быть. Татьяна Тади, если бы могла, поставила им тысячу лайков. Очень интересно. Спасибо, Олег. Татьяна, спасибо за ваши слова. Но ты сейчас здесь не поставишь. А вот помочь моему каналу вы можете, у кого есть возможность. Вверху закреплена карта Сбербанка России и счет PayPal, если вы за границей находитесь. Кроме того, напоминаю, что у меня на канале работает сервис Donat Allers, где вы можете внести свои пожертвования в режиме онлайн. Вот ссылочку в чате посмотрите, пожалуйста. То есть Donat Allers это для внесения пожертвований. Щелкайте по ссылке, заходите там. Ну, кого есть возможность, можете помогать моему каналу. Буду вам благодарен, конечно же. Любовь Беляева. Еще 2-3 года все труды, фото, записки окажутся на Дятлов пас. Так же, как личные письма Зины. Мое сугубо личное мнение. Любовь Беляева. Вот вы написали, да, это мнение. Скажу вам так, на 95% я с вами согласен. у меня есть дикое подозрение, что все это уже в Америке. Для прославления определенных сервисов. Присвоят все себе, скажут, что это они материал собрали, как обычно. я имею в виду американских. Татьяна Сахарина, как можно туристам у туриста воровать еду, это же гибель от голода. Татьяна, ну это реальный эпизод, описанный, я вам зачитал. Да, это страшно, это свинство, конечно, преступление, но вот у него украли, пока он спал, всю еду. И на катамаране уплыли. На реке. он ничего сделать не мог, не смог. Ну тогда без лодки, видимо, был, поэтому, к сожалению. Татьяна Чумаева, его слова о памятливости Манси очень много значат. Да, я тоже на это обратил внимание, Татьяна, я с вами согласен. Ольга 125. Думаю, за Виктора Мальцева неустанно наблюдали, его книга исчезла вмешательством высших непреодолимых сил. Ольга 125. Вот ваши слова высшие непреодолимые силы мне начинают напоминать постановление о закрытии уголовного дела, которое Иванов написал, где он написал, что они погибли от силы, которую они не могли преодолеть. Давайте точно формулировку делать. И вот вы здесь пишите от мечтательства высших непреодолимых сил. Ольга 125. Я думаю, здесь вот эти высшие непреодолимые силы это были люди, так скажем, какие-то люди. Валива Эльмира, видимо, в его записях были такие откровения Манси, которые просто невозможно было их публиковать, поэтому кто-то изъял записи. Эльмира, ну как вариант возможно. Но книгу он хотел написать, он собирал материалы, его два друга говорят. Понимаете, вот эти я зачитывал сегодня Александр Новиков и Михаил Иванович, это его были друзья, то есть они его знали лично. То есть ближе их никого не было. По дружбе он с ними общался, было откровенно с ними. Ну насколько тогда можно было откровенно быть. И они говорили, он собирал материалы для книг. Он же сказал, с каждого похода я встретил, смотрю, у него примерно 20 блокнотов исписанных. Вот представляете, сколько собиралось. молчание некоторых вопросов тоже говорит о многом. Да, Татьяна, что моя согласна с вами. Екатерина пишет, может, Манси под рюмочку проговорились про убийство ребят за осквернение святыни отсюда и угрозы. Екатерина, скажу так, возможно, давайте вот так, возможно, что и так. Но, понимаете, я как бы, Владимир Андросов как бы не пойман был на вранье, то есть, он то, что было, то и написал. То есть, ему Виктор Мальцев написал, что какой-то Н мне написал несуразности, подозрения, угрозы с его стороны. Ну, значит, какое-то письмо он получил неприятное. А за что? Скажите мне, за что путешественник, этнограф, художник может получить угрозы? Он денег не зарабатывает, говорится, сотнями тысяч там, деньги не рубит. За что ему угрожать? Он ни на чем, он ни кассир, ни инкассатор, за что ему угрожать? Он не владеет ничем. Он просто путешествует и записывает, и фотографирует. Значит, был какой-то предмет, какие-то материалы, которые, за которые, так скажем, он получал угрозы. Но, опять же, это предположение. Вот Эльмира пишет, а у нас негласный туристический закон оставлять вообще что-то, например, бутылочку кумыса или кваса для других туристов. Валия Эльмира, совершенно верно. Я вот вырос на севере, так там был закон такой, в тундре у нас, то есть охотничьей избушки и так далее. Всегда ты уходишь, ты должен оставить запас соль, соль обязательно, спичек, свечка должна быть в избушке и небольшой запас дров. То есть после себя надо что-то оставить от себя. Роман Кузьмин, а друзья его живы? Да, Роман Кузьмин, геолог, геолог Александр Новиков и Михалевич, они оба живы, живут в Перстном крае сегодня. Они живы, слава Богу. Да, вот Михаил Козлов пишет, да, запас дров, конечно, соль обязательно, сахар, ну спички, свеча, чтобы было в избе, агарок свечи в любом случае. Оставляет обязательно, конечно. Это таежный закон, потому что в эту избушку потом придет замерзающий путник или умирающий, чтобы согреться, хотя бы, чтобы человек мог спастись, продержаться какое-то время. Инна пишет, думаю, если бы Манси рассказали о гиблии туристов, то Мальцев не стал бы об этом писать, так же, как не стал рассказывать подробно о Хой Экви. Инна, ну, откуда мы с вами знаем, а вдруг в этих материалах про Хой Экви что-то было и про Сорни Най, мы же не знаем с вами, материалы-то исчезли, понимаете. Дмитрий Иванов, Олег, а если Манси его уважали, почему Шаман с ним так поступил? Дмитрий Иванов, я тоже об этом думал и пришел к такому выводу. Смотрите, давайте вот с этой стороны рассмотрим. Яков Самбиндалов понимал, что скоро умрет, там болел и так далее. Он просто в этот момент так получилось, что оказался в селении Виктор Мальцев, ну, из европейцев, из русских, понятно, и он решил просто воспользоваться его душой и продлить себе жизнь. Вот и все. То есть, Яков Самбиндалов это действовал, так сказать, в состоянии крайней необходимости. То есть, плюнул на все, забыл, что его весь народ Мальцева боготворил, Мальцева уважал и просто решил воспользоваться его душой. То есть, пробормотал заговор, дал стопку выпить сам возле окна. И после этого у Виктора Мальцева ноги заболели страшно. Он говорит, ходить не мог от страшной боли. Врачи разводили руками. Он обратился в Пермскую больницу клиническую. Ему сказали, не знаем почему. Полгода почти лечил. Ну, как там сказано, лечился несколько месяцев. Я не знаю, врать не буду. Полгода, не полгода. Вот после этого. Я так подозреваю, когда Шаман умер, у Мальцева все резко отпустило. Поэтому, когда он туда через три года приехал, местные жители на меня смотрели как на привидение. И все, первый вопрос был их. Ты еще, как они, я же зачитал на прошлом стриме. Ты жив? Они его спрашивали. Он удивил, почему я должен быть мертвым? И они ему рассказали, что оказывается, этот Шаман, кроме того, что хотел забрать жизнь у Мальцева, примерно 40 человек начали умирать один за одним. А когда Мальцев спросил, как я выжил, ему они сказали, показали пальцем, у тебя крест на шее висит, скорее всего, из-за этого ты живой остался. Понимаете, что-то в этом есть. Не забывайте, все, кто прикоснулся к этим тайнам, все уже умерли. Виктор Мальцев умер в 2007-м. В 2016-м скончался Владимир Андросов от рака. В 2017-м умерла от рака Майя Пискарева. Понимаете, так просто не проходит. Я уже зачитывал ее слова на предыдущем стриме. Да, Татьяна Чумаева, шаман перекинул болезнь, лично сталкивалась с подобным. Да, нельзя недооценивать, понимаете, мы можем с вами смешки, смеяться, да, типа ерунда, там чудес не бывает, того не бывает, понимаете. Шаманизм это не чудеса, это именно на уровне подсознания использование каких-то каких-то свойств организма, для передачи, для чего-то, для лечения, понимаете. Тут именно на уровне какого-то подсознания все-таки. И шаманизм, он есть, он действует, нельзя вот отрицать, говорит, такого не может быть. Сколько случаев официально записано, что после камлания шамана там кто-то излечивался, ну почти так скажем. Понятно, что не смертельные болезни, но у людей, допустим, раненые в ногу или в руку, раны затягивались после того, как шаман производил камлания, правильно? Хотя человеком не мазали его там мазью никакой, ту рану, ну понимаете, да, и не засыпали с трептоцидом. Шаман провел обряд, человек пошел на поправку. Что-то в этом есть, что-то в этом есть. То есть отрицать как бы это я бы не стал. Да, Михаил Козлов пишет, мы русские, с нами Бог. Ну вот у него был крестик у Мальцева, возможно, но они ткнули его пальцем на груди, говорят, у тебя крест. Он спросил, как я живу остался? Как вариант, почему бы нет? То есть все-таки понимаете, отрицать, недооценивать это нельзя. Что-то есть помимо нашего, то, что мы видим и слышим. Все-таки шаманы что-то умеют. А я думаю, много. Настоящий шаман. То есть это, вы понимаете же, шаман, я же рассказывал про шаманин, шаман это проводник из мира духов в наш мир. Как в эту сторону, так и обратно. Так, Александр Березин, Олег, здравствуйте, всем зрителям большой привет, всех с праздником, извините, опоздал. Александр Березин понял вас. Ну, в записи посмотрите, интересно. Татьяна Чумаева, да, с нами Бог, носите крестик. Татьяна Чумаева, обязательно. Хочу вам рассказать, друзья, смотрите, я как бы, ну, в детстве так получилось, понятно, нас никто не крестил и так далее, а со временем я стал понимать, когда несколько раз чуть не умер, что все-таки надо потихонечку к Богу приходить. Я уже крестился, хочу вам сказать честно, в сознательном возрасте. То есть, я уже был взрослый и так далее, у меня уже дочка родилась и подрастала. Я крестился уже в сознательном возрасте. То есть, я сам обратился, пошел в церковь и вместе со всеми крестился. Причем, знаете, что интересно, мы с нами туда пришли, нас было где-то человек 30 на крещение, ну, на обряд пришли, к храму Александра Невского. И вот, знаете, разных возрастов принесли младенцев, которые еще не понимали, крестили, принесли детишек там, да, на руках сидят. И пришли люди тоже уже там, ну, в 20-30 лет там, были старше меня, люди стояли 50-55 лет пришли креститься, представляете? И вот у нас всех вместе мы обряды, то есть, крещение приняли. И вот с тех пор, как бы, я ношу крестик серебряный, освященный крестик, все как положено. Я не скажу, что, да, я, допустим, каждое воскресенье хожу в церковь и так далее, но скажу честно, в церкви я бываю и молитвы возношу, так скажем. Просто эта тема, понимаете, эта тема сугубо личная, об этом не распространяются. Но я крещеный человек, у меня тоже крестик. Ольга-125, есть свидетельство, что шаман за 40 дней поднял мертвеца, но этот человек остался зомби, мозг не оживишь. Ольга-125, вполне может такое быть. То есть, сила шамана, она не всесильна, но что-то они могут вполне, да. Вот правильно Виктория Чайка, я зачитаю, пишет. Настоящие шаманы обладают очень сильной энергетикой. Вот я как раз про эту энергетику и говорю. Могут пробить ауру человека, отсюда и болезни, а могут и вылечить. Примеров этому много. Да, Виктория Чайка. К сожалению, наша наука не бралась, не изучает это именно биоэнергетику, именно шаманизма. А там есть, поверьте, там есть что изучать. Лена из Кипра пишет, мой модератор. Олег Мальцев мог болеть до самой смерти шамана. Так я и говорю, понимаю, он несколько месяцев не мог ходить, то есть, как не мог ходить? У него не отнились ноги, но как он говорит, каждый шаг мне причинял страшную боль. То есть, я старался сидеть, я сидел дома. Понятно, что он больничный взял и так далее, на работе основной. И потом раз и отпустило. Когда до врачей он добирался, понятно, кое-как через боль до поликлиники, врачи, говорит, разводили руками, у вас все нормально. А я, говорит, не могу ходить, у меня все ноги болят, страшные боли причем. А потом боли резко ушли. Так вот, скорее всего, как раз шаман скончался с Аббиндалов, и у него боли все ушли. Лена рассказала, меня бабушка Лена, я знаю, в этих случаях были, что-то и тайком крестили, потом уже разрешали как-то. Я уже к крещению в сознательном возрасте подошел, то есть, сам решил, нам нужно мне это для себя. Я понимал, что надо к Богу прийти. Я крестился. Спасибо. Спасибо. Пишите ваши вопросы, пожалуйста, задавайте. Давайте еще поговорим об этом. Тема интересная, обширная. Альбатрос свободный, он же Мартин спрашивает. Олег, а вы не боитесь мести шаманов? Альбатрос свободный, отвечу так. Я, понимаете, каждый человек чего-то боится. Нельзя говорить, что я в жизни ничего не боюсь. И еще раз, жизнь убеждает, что зарекаться ни от чего не надо. Скажу так. Я пока не думаю, что я интересен для шаманов. Давайте вот так отвечу. Или я опасен для шаманов. Давайте сделаем так. Потом мы с вами на карте определимся. Я примерно покажу, где убили дятловцев. После того, как я покажу место убийства дятловцев, посмотрим, что будет. Ольга Данилевична, я тоже сама крестилась 21 год, сама выбрала крестных, эти люди по сей день, мои вторые родители. Да, Ольга Данилевична, я вас понял, понятно. Да, я тоже взрослым человеком уже крестился, поэтому... Сергей Подаревский, шаманы сегодня правят миром. Скажу так, Сергей Подаревский, в некоторых поселениях, так скажем, шаманы правят до сих пор. И этому очень много подтверждений есть. Роман Кузьмин, досмотрю записи, работа с... Олег, спасибо. Роман Кузьмин, спасибо, что приходили. Следующий стрим в среду приходите, не забывайте. Среда, 12 часов московского времени. Ольга 125, Олег, шаману не за что вам стить. Ну, я тоже думаю, Ольга 125. Я как бы... Плохих поступков я не совершал в отношении, допустим, местных таежных охотников. Версия моего канала это только версия, то есть это предположение. Я всегда говорю, это могло бы быть. Вот и все. Нигде, никогда я не говорил, что 100% и так далее. Это просто версия. Спасибо. 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 Лана Градиль, дай Бог вам здоровья, дай Бог вам, Олег, здоровья, храни вас Бог. Лана Градиль, спасибо вам большое. Я чувствую энергетику, верю в энергетический механизм. Сама просила Бога защиту, он меня защитил. Лана Градиль, спасибо за ваши слова. Спасибо. Ну, может, будем надеяться, что и меня Бог защитит. Может быть. Все уповаем на Божьего, как иначе. Ольга Данилевична, может, Раду Арсеньеву были манси, поэтому доверяли. Ольга Данилевична, я не видел этого, честно, пока не знаю. То есть, сведений об этом пока нет. Валентин Ленков из Харькова пишет, сейчас другие времена, не думаю, что шаманы могут чем-то угрожать, мстить. Они в своей сфере, там, где живут, могут что-то делать. Валентин Ленков, и это может быть вполне. Почему бы и нет. И такое может быть. Лана Градиль, шаман, поэтому и умер, что не смог забрать другую жизнь. Да, Лана Градиль, скорее всего, так получилось. У Виктора Мальцева оказался крестик освященный, он тоже был крещеный. Скорее всего, ничего не получилось. Екатерина, сейчас таких шаманов, по-моему, не существует. Екатерина, у меня есть сведения, что такие шаманы есть. И не только у Манси. Дмитрий Иванов, с Мальцевым понятно, он русский, но как шаман мог поступить со своими? Дмитрий Иванов, а вот здесь сложный вопрос, понимаете? Поступить со своими, это мы с вами так рассуждаем, поступить со своими. Видимо, в иерархии у Манси эта фраза как бы, ну, теряет актуальность. Давайте так. Там, видимо, шаман все-таки решает сам. Вот так я могу объяснить его поступок, что около 40 человек умерло, он у них душу забрал. Евгений Александров, мне Манси показались приветливые, впервые был там в 79-м году. Евгений Александров, так никто не говорит, почему нет. Они и приветливые могут быть, конечно, почему нет. Никто не отрицает. Понимаете, нельзя обвинять народ, что он такой, вот и сякой, и так далее. Есть его отдельные, не лучшие представители, а народ-то не виноват сам, понимаете. Никто не обвиняет народ Манси. Вот интересная вещь, написал Эльмира Валиева. Наверное, Мальцев был очень энергетически сильный, поэтому шаману не повезло. Может и такой вариант, но сами Манси тыкали на крестик, что у тебя крестик, поэтому ты живой. Может, да, энергетика, Эльмира, я с вами, кстати, соглашусь, энергетика же у всех разная, естественно, поэтому. Ланаградиль, но меня поражает, что все знали вселение о том, что задумал шаман, они как единый организм. Да, Ланаградиль, как единый организм никто и не пикнул, и не посмел возражать или обвинять шамана, понимаете. То есть он все-таки там власть какую-то имел. Елена Проскурина, интересно, его приглашали на мансийские праздники именно с приношением жертв шаманов. Да, его приглашали, есть об этом записи, Елена Проскурина, его приглашали. То есть он был и на жертвоприношение. Ну, понятно, не человеческих, там, когда олени приносили зимой, а в августе у них либо жеребенок, либо корова приносила жертву. Не забывайте, иногда в больших селениях у мансий были и коровы даже. То есть где-то, видимо, они их закупали, пригоняли коров туда. Екатерина, Олег, ты же крестик носишь, он тебя сохранит. Ну, надеюсь, Екатерина, конечно. Ольга 125. Шаманы, мансии, система и народ. Да, Ольга 125, я с вами согласен. Это целая система. Я почему говорю, нельзя недооценивать, отмахиваться и говорить там, знаете, как многие называют книгилистами. Да, этого не может быть, да, это ерунда, все, предрассудки и так далее. Ну, вот вам предрассудки. Вспомните, дятловцы, когда уходили от ремпеля, кто сказал предрассудки? Вот вам и предрассудки. Нельзя никогда недооценивать. Надо относиться с уважением к чужой культуре, к чужому укладу, к чужим устоям. Люди веками жили, понимаете, веками. Вы вспомните, манси даже, вагулы тогда, общались даже с иранцами, то есть до Ирана приезжали, там, понятно, перебирались. Какая-то торговля, обмен шел. Да, Светлана Честнова, да не обращайте внимания, это боты просто, господи. Хакеры просто тренируют руку, готовятся к Олимпиаде среди мошенников и хакеров. Олимпиада же будет скоро проходить, где будут собраны все мошенники, все хакеры, всех мастей. Вот они тренируются на Ютубе. Сегодня ко мне пришли. Но ваша карта не пляшет, ребята, сегодня. Извините, банковать вам меня здесь не дам. Чемпионату готовится, вернее, к Олимпиаде. Интересно, что в понимании манси даже каждая травинка имеет свою душу. Сейчас называется биополе. Да, Инна, я с вами согласен. У японцев такое же отношение к природе, отсюда глубина и хокку. Инна, кстати, да, согласен с вами, совершенно верно. Я вам больше скажу, Инна, у манси были интересные такие обычаи. Были такие места священные, где нельзя ногами ходить, ногами в обуви по траве. Так что они делали, они из бересты, то есть ногу уже в обуви своей, они сверху, снизу берестой подвязаны веревочком. И вот так вот бересты по этому месту проходили, если надо было. край-то припекло, чтобы не вокруг не ходить, дорогу срезать. Они бересту приделали, веревочкой завяжут, пройдут, отвяжут и дальше. нельзя именно наступать в обуви на этом месте. Вот такой у них был. Великий грех. То есть отношение трепетное. Представляете, что нога, как считалось, нога не касается именно травинки в этих местах. Нельзя там ходить. То есть еще там пращуры, прадеды, дедушки, прадедушки завещали, что здесь ходить так нельзя. Поэтому берестой оборачивали ноги. Ну, стопу. Екатерина, а может Мальси ему все рассказали, потому что знали, что шаман у него жизнь заберет и их тайны унесет в могилу. Екатерина, ну, как вариант. Я вообще, Екатерина, я же отвечал на вопрос и сейчас повторю. Я подозреваю, что Виктор Александрович Мальси прекрасно знал, кто и почему убил Дятловцев. Я думаю, он знал. Но, понимаете, я подозреваю, что как честный человек либо он слово кому-то дал, либо какое-то заклятие, заговор был, заговор, извините, с ударением ошибся, поправился. Был заговор и нельзя было ему открывать это, понимаете. Вот поэтому в письме и написал N какую-то ему угрозу, что что-то было, понимаете. И вот, как честный человек, он бы мог, может быть, и рад был рассказать и Пискарёву, и Андросову, но не мог. То есть, с него взяли слово, человек, а он был человеком слова все-таки. Но я опять, это же гипотеза моя, я могу ошибаться, не буду утверждать. Но мне кажется, Мальсов прекрасно знал эту историю, он знал прекрасно и кто убил, и почему убили, и за что убили. Валерий Ильмира, лесные люди помогают все деревья, трава и камни. Все это, по их убеждениям, имеет душу. Да, Ильмира, совершенно верно. А манси, все предметы у них одушевлены были. Я же вам рассказывал, что, поверью, кедр, это был манси, то есть, богатырь, а лиственные, это деревья, это европейцы, то есть, русские. Евгений Александров, я работал в УГК СССР, мне тоже доводилось быть на обрядах жертвоприношений, жевозавораживающих действий. Евгений Александров, ну здорово, раз вы это видели, тоже, конечно, интересно это все. Ну, Евгений Александров, скажу вам так, я был на севере в северных поселках, я жил среди народности севера, малочисленных. Я видел этих шаманов, но именно сам обряд Камлания я не видел. То есть, у них это как-то было засекречено, то есть, но меня туда не пустили и не позвали, в общем, не удалось посмотреть. Но зато зиму я был в командировке, научился ездить на линии упряжки, Евгений. Меня научили. Дмитрий Иванов, Олег, спасибо, было интересно, ухожу по делам, до свидания. Дмитрий Иванов, спасибо вам, следующий стрим в среду, приходите, среда будет. Да, среда, 8 декабря, 12 часов московского времени, приходите, пожалуйста. Альбатрос беспокоится, кто-то чат знакомств заказывает, понятно. Инна, можно предположить, что манси разрешили мальцеву присутствовать на Хуэкви во время праздника под заклятием молчания, конечно. Инна, скажу вам так, процентов 90, что да, мне кажется, он был там, а 10 процентов, как все люди, я могу ошибаться, может быть и не был. Но отвечу вам так. Ну, учитывая то, что, помните, да, как Савва Самбедала сказал, мы, говорит, с мальцевым общаемся, мы ему все рассказываем, а вы чужие, вас я не знаю. Чужаки. Так, Роман Кузьмин, шаман был одержим темной силой, что это уже не он делал. А, уже не он это делал, высасывая жизненные силы своих, а то, что было внутри его суть, бесы. Ну, как вариант, Роман Кузьмин, потому что, да, по энергетике говорят, что, когда именно бесы вселяются, что человек может такие поступки совершать, что сам не помнит. Как вариант, почему бы нет. Понимаете, нельзя говорить, что вот этого нет. Никто, понимаете, никто не доказал, что это есть, но никто не доказал, что этого нет. То есть, грубо говоря, юридически говорить, что этого нет, нельзя, если мы будем мыслить юридическими категориями. То есть, никто не доказал, нет никаких доказательств, что этого нет. Поэтому говорить, отрицать, что этого нет, Ну это как бы некорректно, глупо, несправедливо Маргарита пишет, Олег, напиши на почту, я вышлю фотографии и картин моего деда по теме Манси Он работал, жил в Саран-Пауле в 70-х годах Маргарита, ну здорово, слушайте, здорово, в Саран-Пауле Знаю этот поселок Саран-Пауле Там недалеко, дальше, в Хаттоносийском округе, да, там дальше Гора Народная, ну здорово Маргарита, я твои почты не знаю Давай сделаем так, ты в чате сейчас быстро почту напиши, я ее быстро скопирую и сразу удалю Либо сегодня под стримом в комментариях быстро напишешь, я эту почту себе скопирую и удалю Давай вот так сделаем Лана Градиль, да, народ веками жил в труднейших природных условиях, копили веками опыт в духовном плане Это был их мир, совершенно верно, Лана Градиль Понимаете, я почему всегда говорил, это их мир, нельзя туда вторгаться и наслаждать свои законы Они вот рядом существуют, пусть существуют, не надо им мешать, надо помогать, понимаете Манси бедный народ, помогите, сделайте программы какие-то, помощи Постройте жилье им, помогайте, понимаете Дайте какую-то работу по народным промыслам, раз невозможно восстановить оленеводство Значит другое, какие-то экскурсии пусть проводят, рассказывают о чем-то, понимаете Сделайте этнографический парк наконец-то То есть именно этнографический парк Допустим, его можно основать тоже у Шме То есть сделать на базе этого парка, чтобы люди приезжали, знакомились Интересные обряды какие-то проводили Как происходит в нескольких регионах, кто не знал Я знаю один автономный округ, где существуют вот такие парки этнографические Приезжают люди и просто в восторге из-за границы Платят, естественно, деньги Отсюда они получают местные национальности, свои зарплаты и так далее Очень интересно Никто не бухает, все прекрасно налажено Я считаю, Манси тоже надо помогать, понимаете Надо помогать обязательно А как иначе Это мужественный, честный, добрый народ Надо им помогать просто, помочь Немножко Так случилось, что вот у них загнулось оленеводство И получилось вот захерение такое Получил вырождение Но вот сейчас они остались в Ушме 36 человек Надо им помогать, я считаю То есть должны программы быть помощи Лана Градиль, дятлцы по молодости осквернили, хотя бы предупреждены Очень жаль, трагично получилось Да, Лана Градиль, там в этом случае, я считаю Я всегда говорил, повторюсь Это просто трагическая случайность То есть встретилось два образа жизни, столкнулись И получилось такое столкновение Это просто трагическая случайность То есть трагическое стечение обстоятельств К сожалению Опять же, возможно Я предполагаю Валий Валимир, Олег, было интересно Спасибо большое за интересный стрим Удачи Валимир, спасибо, но мы еще не заканчиваем Ну, получается, еще с вами посидим Пообщаемся, почему нет Да, Ольга, 125 Если мы этого не видим, то совсем не значит, что этого не существует Да, согласен, Ольга, с вами 125-100% Инна, Олег, без технической цивилизации мальцы великолепно справлялись с трудностями жизни в тайге Инна, согласен с вами, верно Они были частью тайги и трудной жизнью своей не считали и не пели Да, Инна, вот насколько вспоминали Когда были оленеводческие совхозы, бригады Все-таки пьянства было меньше Сами шаманы, сами бригадиры следили за этим Наказывали, был строгий, сухой закон И никакой пьянки там не было, понимаете Не забывайте, что Степан Николаевич Куриков, депутат Он был бригадиром совхоза Будьте удивлены До того, как стать главным шаманом Александр Прокович Бахтияров Сейчас скажу, очень удивитесь С 30-х годов, как он вырос Он был бригадиром бригады Понимаете Тогда, ну как не пили Пили меньше, так скажем Почти не пили Евгений Александров, в 82-м году на Хуэкве капища уже не было Евгений Александров, я с вами не согласен Последние упоминания о святилище на Хуэкве Относится к 2001-му году Это сведения самих жителей Которые в Вижае жили Напоминаю, Вижае в 2010-м сгорел Жители Вижае утверждают Что до 2001-го года на Хуэкве Какие-то празднества проводились Там было какое-то святилище После 2001-го года, да Уже перестали Я об этом рассказывал на одном из своих стримов Даже корреспонденты газет об этом написали Понимаете, Евгений Александров Не я это придумал Даже в газете В областной газете Свердловской Об этом упоминалось То есть тайна святилища Перестала быть тайной Ну, естественно, они оттуда ушли В свой эпох Валентин Ленков Правда, что после событий с дятловцами Для всех студентов запретили подобные турпоходы Валентин Ленков, это неправда После убийства группы дятлова Походы в эти места продолжались Напоминаю, 28 мая Иванов это дело прекратил То есть постановление издал И уже в июле, 17 июля 59-го года В эти места пришла группа С Ленинградского педагогического университета У меня есть фотографии этих студентов Ну, записаны фамилии По-моему, Завадский у них был Руководителем отряда И фотографии, они возле юрт Исманси фотографируются Напоминаю, июль 1959 года То есть походы продолжались Никто этот район не закрывал Как ходили, так и ходили О том, что этот район закрыт был Это просто кем-то придуманный фейк Для нагнетания жути обстановки Понимаете? Никто этот район не закрывал Ирина Девяткина, здравствуйте Опоздала, пересмотрю Белесту, 30 Ирина Девяткина, здравствуйте Да, в записи посмотрите, пожалуйста Маргарита пишет Дядя мой был геологом Всю жизнь на севере провел Герой сегодняшнего стрима Очень мне напомнил Дядю Космачева Сергея Григорьевича Маргарита, спасибо большое Да, спасибо, что ты напомнила Что был известный геолог Космачев Сергей Григорьевич Светлая ему память Дай Бог Спасибо, что помнишь об этом Да, Маргарита Я, конечно же, эти картины Хочу посмотреть Напиши комментарий Под этим стримом, пожалуйста Там почту свою напишешь Я напишу тебе Так, Маргарита пишет Кстати, правительство Эквадора Строит благоустроенные поселки В джунглях для индейцев С водой, светом, интернетом Ну, здорово, конечно Эквадор не самая богатая страна Я бы сказал, не нищая страна Но, тем не менее, смотрите Да, дядя у Маргариты замечательный Поэтому и племянница такая хорошая выросла Евгений Александров Во всяком случае, мы его не видели Управление геодезией и картографией Евгений Александров Я знаю, что такое УГК СССР Я понял вас, о чем вы говорите Просто последнее упоминание Что святилище от 2001 года С 2001 года святилище перестали упоминать От слова совсем Не по картам, Евгений Александров Лара Ларина Неужели Дятлов как лидер не мог извиниться Ликвидировать конфликт с Манси Зачем убивать-то? Лара Ларина, понимаете Извиниться можно было Конфликт там уладить Но дело в том, понимаете Тут, скорее всего, почему Необратимая реакция Скорее всего, либо Люду Замахнулись, либо ударили на девочку Понимаете? Ребята сцепились А тут пошла необратимая То есть пошло слово за слово И понеслась Понимаете? Там два пастуха, скорее всего, было Ну как? Мы предполагаем Скорее всего, Люду ударили Понимаете? Все-таки ее ударили И, естественно, кто был поближе Вступился Первый Калеватов, скорее всего А драку прекратить очень тяжело Я вообще подозреваю Простите меня за фантазии Я вообще подозреваю Когда драка возле палатки возникла Все это порвали Там палатку зацепили Кто-то упал Я подозреваю, что как раз Как самый здравомыслящий Семен Алексеевич Золотарев Фронтовик Он эту драку и разнял Понимаете? То есть драка-то была В принципе, наверное, скоротечная Но Колеватов успел получить Под колено удар И, скорее всего, Золотарев-то их разнимал Я просто подозреваю И подумали, что все дальше нормально Все утрясли Да, Маргарита У вас Дядя хороший человек Профессионал Молодец Маргарита Это пишется Готовится к Олимпиаде Среди мошенников Им писать не надо Будет Олимпиада Среди мошенников и хакеров Вот эти готовятся Боты тренируются Да, в конфликте прошли точку невозврата Совершенно верно Я тоже про это подумал То есть там Извиняйся, не изменяйся Удары были нанесены Слова были сказаны Это как снежный ком Понимаете? Страшное дело Евгений Александров Я не спорю Что вы там Что вы Все пешком прошли Как раз для этих карт Возможно ошибаюсь Евгений Александров Вы просто Вы не ошибаетесь Вы профессионал Понятно Работали в тем более В такой структуре Я не спорю Понимаете? Это святилище было тайным В любом случае Где-то укрытие было Понимаете? Там Понятно Что за деревьями Никакая там ни пещера Ничего Но упоминание О 2001 года Последнее О Турубкане После 2001 На Хойке ничего не было Как говорят То есть Я за то За что купил За то и продаю Это Об этом воспоминания Жителей Вижая Причем воспоминания Ни одного человека Поэтому Сказать что соврали Ну я бы не стал Скорее Говорили разные люди Получилось что Показания сходятся Вот так скажу То есть Евгений Александров Вы не ошибаетесь Может вы и правильно Говорите Я не претендую Вы профессионал Конечно Виктория Здравствуйте Добрый день Интересно все Об Александре Бахтиярове И братья В семье детства И прочее Если что-то дополнительное Пожалуйста Расскажите Спасибо Виктория Ну во-первых О семье Бахтиярова Александра Прокопича Я рассказывал На своих стримах В марте и в апреле Можете посмотреть Ну что дополнительное Что рассказать вам Вот Есть фотография Я нашел фотографию Крестика Которую отдал Отец Александра Прокопича Прокопий Бахтияров Тогда еще живой Отдал Как бы В общину В складчину Когда шли выборы Главного шамана И вот отец Прокопий Пожертвовал этот крест Какой-то там И получилось И получилось так Что Проголосовали Выбрали Александра Прокопича Бахтиярова Шаманом Ну и все вы знаете Что дочка Александра Прокопича Бахтиярова Альбина То есть Анатолия Анямова По мужу Она сейчас живая Проживает в Ушме 63 года А последняя дочка Главного шамана На сегодня живая Виктория Чайко Христиан Ударили левую щеку Подставь правую А шаманы Причинили зло Жестоко наказывают Виктория Чайко Понимаете Этот народ Жил в тайге Выживал в тяжелых Природных условиях И В любом случае Им приходилось защищать себя Защищать своих детей Защищать свои святыни Понимаете Вот Поэтому Никто не стал бы Подставлять щеку Потому что Лара Ларина Как считаете Диадлов знал Или понял Что их сейчас всех убьют Лара Ларина Я думаю нет Потому что Они все спали По моей версии Когда обрушили палатку И печка упала Как раз на ногу Кривонищенко И обожгла руку Дорошенко Понимаете Люди в шоке Они просто Самый сон Сами знаете Утренний сон Самый крепкий Люди под ударами То есть Долбили через палатку Упавшую По брезенту Сверху били Отставить По палатке Палатке Не брезент И люди И вы Ляжете лицом в снег Руки за голову И так будете лежать А вас по одному Будут убивать Оттаскивать Вот и все И ничего не сделаете Там бы сам Брус Ли не сделал Боец великий Кунг-фу Ну говорят Что он актер Кто-то Протестовывает Что он был бойцом Но тем не менее Какие-то навыки У Брюса были Кое-что он умел Даже он Там ничего не смог Сделать Понимаете Есть же такая пословица Против любого карате Лучший пистолет Так же и здесь Когда на вас смотрят Шесть стволов Шесть ружей Или винтов Карабинов Не суть Вы просто будете Подчиняться Потому что Шансов нет Да В последний момент Когда Возможно Они поняли Драка В любом Драка была А убийцы Это как раз В воздух Стрелили Для отрастки А в тела Не хотели То есть В людей стрелять Понимаете То есть Делали по-другому Часть вымораживали Часть избивали Ломали Да Ирина Девяткина Правильно Вы пишете Даже Если бы они Чувствовали Что просто Все не кончится Что бы они Могли сделать Да ничего Ирина Девяткина Не могли Ничего Когда Когда Понимаете Когда вы Ночью Ошалевшие Вы ползаете Под ударами Из заброшенной Палатки На снег Вы видите Что на вас Наставлены стволы И команда Там Стоять Упасть Лицом вниз Или там Стоять на коленях Несут Руки за голову Ничего Вы не сделаете Пол шажка В сторону Будешь убит Да Екатерина Пастухов Самолюбие За дело Что оскорбили Томаков Надавали Как вариант Да Екатерина Вполне Может быть Да Маргарита Они хозяева На своей земле Естественно Они хозяева Длинное ружье Скажите А у Манси Понятие Кровная месть Было Или есть Длинное ружье Хороший вопрос Задали Давайте Поясню Смотрите Именно В нашем понимании Как на Кавказе Что кровная месть Такого нет Но Существует Такое понятие Как родовое Родовое братство Зафиксирован Факт Когда Двух Манси За какие-то Преступления Задержали Посадили В СИЗО То есть Они Ну там Вывдели Сидели Отставить Не в СИЗО В ВВС В изоляторе Временное содержание При отделе Городском отделе Милиции Так вот Представляете Посадили эти Манси Ну были соплеменники Эти Манси Такую драку Там затеяли Зубами Горло Другу Вцепились Грызню Когда их Растащили Милиционеры Об этом Запись существует Начали спрашивать Прадед Убил Убил Моего Прадеда И я решил Ему Отомстить Это реальный Случай Зафиксированный В городском отделе Милиции Выделил Это по поводу Кровной мести То есть Вот он Вспомнил Решил Отомстить Его в камере И они Сцепились Ну Не успели Убить Друг друга Растащили Татьяна Чумаева Олег Был ли кто-то Из ребят Крещеных Татьяна Чумаева Нам об этом Неизвестно Вы все понимаете В те времена Производил Что тайна Скорее всего Нет Все таки Нет Отвечу так Татьяна Чумаева Нет Да ладно Градили Они там Веками жили Евгений Александров Всем счастливо Дела Евгений Александров Спасибо вам В среду Приходите Стрим будет Спасибо вам Большое Что приходили Задавали вопросы Ольга 125 Следователь Сказал Юдину Они были обречены Ты был бы Десятым Да Ольга 125 Это вы вспоминаете Слова Иванова Младшего Советника Юстиции Когда Юдин Его спросил Что Лев Никитич А если бы я Вот был с ними Иванов ему Сказал Ты был бы Десятым Ну эта фраза Дошла Да В какой интерпретации Слова были Произнесены Но тем не менее Да Эта фраза Так и вошла В воспоминания Юдин об этом Пишет Что Иванов Мне сказал Ты был бы Десятым То есть Твое присутствие Ничего бы не изменило Время и возможность Может быть Попробуем Все таки Очертить Психологический портрет То есть Проследим Путь этого человека Всю его жизнь Ну все вы знаете Да Психологический портрет Это Александр Покучий Бахтияров Который В июне 61 года Повесился В своей юрте Его сын Петр Бахтияров Друг напоминаю Владимир Андросов Вынимал из петли Никого не было То есть Бахтияров ушел К себе в юрту И один повесился Это был главный Шаман Манси И три года Было без власти И только в 64 году Прошли выборы У них там Ну между собой Сход И был выбран Главным шаманом Николай Якимович Бахтияров Фотографию я вам Его показывал Который Прожил очень долгую жизнь Вот будете удивлены Пробыл главным шаманом До 2007 года К нему даже Корреспонденты Приезжали из Свердловска Ну уже Екатеринбурга И Вот пытались Взять у него интервью То есть им сказали Вот самый старый Самый главный шаман Вот Николай Якимович Бахтияров И он их отфутболил Я об этом рассказывал На своем стриме Как Николай Якимович Их отфутболил Ну и все вы знаете Я тоже об этом рассказывал Кто новенький Расскажу Последний До Юры Главный шаман Манси Покончил жизнь Так же как Его предшественник Александр Прохорович Бахтияров Правда Повесился не в Юрте А ушел в лес И повесился в лесу На дереве Его нашли потом в петле То есть покончил жизнь То есть умер не своей смертью Светлана Честнова Олег спасибо за стрим Досмотрю записи Всего доброго Светлана Честнова Спасибо вам Что приходили В среду Следующий стрим В среду Не забывайте Приходите пожалуйста Инна Христиан подставляют щеку Если бы личное оскорбление А святыни защищать Можно и нужно Смотри Не святые Святые Там кто-то из подсвечника Прикурил Далеко летел Ну да Инна Ну по религии Да Там написано Подставить щеку А за святыни Да Лара Ларина А то манси имеют Особую жестокость Убивая А то имеют слабость Вешаться на деревьях Какой-то психологический Портрет неоднозначный Лара Ларина Ну мы же с вами не знаем Не забывайте Что это люди были Главными шаманами То есть они производили Все культы Камлани и так далее Что у них было в голове Мы не знаем Понимаете Этот человек Понимаете Чтобы стать главным шаманом Пройти выборы Ты должен быть хитрым Изворотливым Очень умным То есть дураков Не выбрали бы В главный шаман То есть пользоваться Беспререкаемым авторитетом Причем бешеным авторитетом Не забывайте Что от главного шамана Зависело очень многое Он решал Как и что будет Это был царь Своеобразный царь То есть его слово Было закон Его боялись Как огня Если вы не знали Ну и уважали Ну вот повесился Кто-то говорит Что это Его судьба Наказалась За то что дятловцы Были убиты Якобы Ответил главный шаман Повесился Судьба догнала Да Еще раз повторю Младший советник Кристиции Олег Никитич Иванов Прекрасно знал Кто убил За что убил Мотив Все он знал Прекрасно И не только он И Димпалов Василий Иванович Знал Все они знали Не забывайте Не забывайте КГБ Не КГБ Смею вас уверить Даже Руководитель КГБ Свердловской области Вызывался На ковер Кириленко Кириленко мог На него наорать А тот стоял Глазами попал И слова бы не мог сказать Понимаете Руководила партия То есть полномочия У Кириленко Были страшные Широкие Он был царь и бог Он был волен Казнить и миловать У себя в области То есть была целая Иерархия Лестница выстроена И пройти Пойти против воли Обкома Никто бы не решился Потому что У всех есть Семьи Дети и так далее Всем расти детей Делать карьеру Извините И так далее Семьи Поэтому еще раз Говорю Нельзя недооценивать Роль партии Того времени И нельзя мерить То время Нашими категориями Сегодняшними Надежда Шалаева Спрашивает А не могли ли Ребята Кроме розовой ленточки Еще что-то взять Из святыни Надежда Шалаева Отвечу на ваш вопрос Так Могли Могли взять А могли не взять То есть тут Трудно сказать Но могли Да Я допускаю Ина спрашиваю Ина спрашивает Олег Может быть Лара Ларина Даже если мальцев убили Убили Ни за что Ну тут Лара Ларина Ни за что Как бы Девять человек Не убивает Тем не менее Понимаете Даже В те времена Я имею ввиду Сейчас да Времена страшные Тогда Вряд ли Ни за что Девять человек Не уложили Это не бытовое убийство Кто пытается Придать этому Бытовое убийство Что там За какую-то добычу За продукты И так далее Нет Это неправда Потому что Все понимают Но это неправда Не может такого быть Из-за бытового конфликта Не убивают Не ложат Девять человек То есть Чтобы убить Девять человек Это должны быть Причины Архисложные Сверхсерьезные Олег Инна спрашивает Из Германии Олег Может быть Мальцев Слишком много Подготовил к печати Поэтому Сбылось заклятие Или кто-то помог Надеюсь Узнать тайну Золотой бабы Инна Отвечу так Я не исключаю Что Виктор Мальцев Был отравлен У меня Гипотеза такая Екатерина пишет Если бы Юдин Пошел Весь ход Событий Мог бы Мог быть Другой Екатерина Тут сложно Сказать Понимаете История Она не знает Как говорится Сослагательных Наклонений Если бы Докабы Мы можем Только фантазировать Ну Ушел бы Юдин Было бы Их 10 Произошла бы Драка Возле Хвой Не произошла бы Драка Пошли бы Ребята Посмотреть На Турункан Не пошли бы Тут трудно Сказать Николай Химович Были ли депутаты Манси Партийными Да Николай Химович Для того времени Чтобы стать депутатом Надо было быть Членом партии Конечно же Конечно партийным Беспартийным Ты депутатом Никогда бы не стал То есть Два брата Григория Николаевич Куриков И Степан Николаевич Куриков Естественно Состояли в партии Ну вот опять тренируются К Олимпиаде Мошенников готовится И хакеров Ну это боты Ну понятно все Семен естественно Юдин не пошел Потому что заболел Заболел резко Естественно понял Что будет обузой Я не склонен думать Все таки Из того что нам известно Что Юдин там Схитрил что-то И так далее Либо выполнял Какое-то задание Там все понятно Что человек заболел О чем откровенно Девочки написали В дневнике Многие начинают Понимаете Хейтеры и так далее Начинают Придумывать Вот он спецзадание Выполнял Да он то Да он все А может быть Они с Игорем Договорились Это был договор И так далее Понимаете И начинают говорить А где справка Что он заболел А я вам скажу Вот в дневнике Написано У Зины Калмогорова И Люды Дубининой Вот это и есть Справка Юдины Все вопросы туда Так секунду Сейчас хочу Одну вещь посмотреть Найду я Не найду ее Так Про депутатов Хотелось бы Немножко дополнить В конце стрима Сейчас Секунду Если найду Думаю что найду Еще раз покажу Потому что у нас Много новеньких людей Если найду То покажу Так Григорь Или не на так Секундочку Так Это у меня Подтяжинка Давайте так Сделаем Ну вот Нашел Хочу показать вам Интересную вещь Я показывал Этот артефакт Который мне удалось найти Сейчас я покажу Еще раз У нас люди Сегодня много новеньких Давайте посмотрим Так Сейчас я покажу Интересную вещь Так Сладшиву Вторую Третью Верим Так Добавить Хочу вам показать Артефакт Обнаруженный Мною Это Вырезка Из газеты 59 Года Как раз Шла Представляете Поисковая операция Искали Оставшихся Дятловцев Сейчас я вам покажу Думаю Будет вам интересно Такие вещи Я думаю Надо знать Смотрите Городская избирательная комиссия По выборам В Идельский Городской совет Депутатов Трудящихся Дата Газета Северная звезда Напоминает Идельская районная газета Дата 6 марта 59 Года Обратите внимание Еще Рустика Слободина Не нашли Рустика Нашли Напоминаю 7 числа И вот Наша газета Все вы помните Что Почему не стали Обнародовать Сведения Дятловцы Что дятловцы Которых избрали 1 числа Вот пожалуйста 9 номер Кто Видно Да Вам 9 Безяева Вера Ивановна Обратите внимание Это Напоминаю Это жена Ну за заслуги Так сказать Перед Отечеством Это жена Начальника Идельского Городского Водила милиции Майора Безяева Напоминаю Который выделил Людей для Содировки Ну Благодарность Его жена Стала депутатом Вот смотрите Идем дальше Интересные Фамилии Напоминаю Это раритет 59-го года 6 марта Смотрите Это вам Не ксерокопия И так далее Это вот Вырезка Из газеты Четко Северная Звезда Газета Идем дальше Пожалуйста Начальник Северной экспедиции Сурман Обран Маркович Избран Депутатом Тоже За особые Заслуги Если вы Помните Сурман Возглавлял Штаб Операции Выгдели Вместе С полковником Артюковым То есть Сурман Там присутствовал Радиограмму Читал И принимал И отправлял Командовал Идем дальше Спускаемся Вниз По списку Пожалуйста 93 Безяев Константин Федорович Пожалуйста Майор Милиции Начальник Игринского Городского Отдела Милиции Вперед Из песни За особые Заслуги Кто Выделил Национировщиков Безяев Константин Федорович Идем дальше И еще Одна Фамилия Сейчас Мы ее С вами Назовем Пожалуйста Номер 76 Куриков Григорий Николаевич Родной Брат Степана Николаевич Курикова Избран Вновь Депутатом Выберский Городской Совет А у Куриков Степан Николаевич У нас Депутат Свердловского Областного Совета Вот Два Брата Акробата Пожалуйста Вот Куриков Идет Под Сурманом 75 Сурман Абрам Маркович 76 Куриков Григорий Николаевич Еще раз Говорю Это Вырезка Из газеты Это Не подделка Не фейк Вот она Пожалуйста Газета Северная Звезда Вторая Страница 6 марта 59 На следующий день Нашли Труп Рустем Ислободина Собака Почуяла Ой Извините Пожалуйста Оговорился Прошу извинения Смотрите Труп Рустика Нашли 5 марта Я Все правильно 5 марта Оговорился А 6 марта Вышла Газета Уже Со списками Избранных Депутатов Прошу извинения 5 марта Рустика Нашли Просто Оговорился Вот так Майор Безяев Стал Депутатом Пожалуйста Почувствуйте Как говорится Разницу Вот еще раз Посмотрите Эту вырезку Это артефакт Это документ Между прочим Это вам Не Какие-то Слепленные Мошенниками Бумажки От КГБ И так далее Это вырезка Из газеты И черным По белому Все написано Майор Безяев Хорошо Поработал Выделил Милиционера Для инсценировки Милиционеры Поработали Благодарный За это Безяев Стал депутатом Вот так Вот карьера Делается Григорий Куриков Участвовал В поисках Вновь был Избран Депутатом Пожалуйста Сульван Руководил Штабом Операцией Пожалуйста Избран Депутат Еще и Жена Обезяева Тоже Стала Депутатом Красота Прямо Династии Ирина Девяткина Юдин когда-нибудь Подозревал Мансин Ирина Девяткина Насколько я знаю Нет Но последние годы Жизни Юдин Говорил о криминале Он говорил что их убили Вот Эта фраза звучала В воспоминаниях О том что Мансин Юдин Нет Не подозревал Тогда Екатерина пишет Лучше бы Юдин пошел Тогда бы они До хуяку не дошли Назад бы вернулись Екатерина Ну Интересное предположение Интересное Ольга 125 Дневники Юдина Якобы пропали Кстати да Ольга 125 Правильно сказали Давайте на этом На этом остановимся Смотрите Когда я делал Две передачи Про Юрия Юдина Рассказывал То есть у меня получилось Два стрима Я рассказал Когда он был обнаружен В квартире мертвых В Соликамске И до этого Он рассказывал Себя В клубе Полюс Который он руководил Что он собирается Собирается писать книгу И собирался Собирался Собрал Очень много Материал Так вот Когда нашли Его труп В квартире Этих материалов Не оказалось Случай такой же Как с Виктором Александровичем Мальцевым Да Точно не переврать Я сел За написание книги Я пишу книгу Вот слова Я пишу Когда он был найден Мертвым Никаких материалов Даже начала Не было найдено Его книги В Соликамске Инна Если бы Юрин Пошел в поход Зная Что ходить нельзя Ему бы не удалось Убедить других Инна Дело Понимаете Дело в чем Никто Из них толком Не знал Что туда ходить нельзя Понимаете Ремпель им советовал Идти по просикам Ремпель да сам Конкретно не знал Про эту хуяку Естественно Он просто предупреждал Что надо осторожно Ну а прозвучала Фраза предрассудки Так Михаил Рохленко Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Галина Бадаева Всем привет Опоздала Но с меня лайк Галина Бадаева Спасибо вам Маргарита спрашивает В каком году Умер Мальцев Маргарита Мальцев Умер в 2007 году 55 лет Напоминаю Жить бы дожить человек Лана Градиль Спасибо за ваш Священный труд Очень бесценный Лана Градиль Спасибо за ваши слова Понимаете Лана Градиль Я ничего сверхъестественного Не делаю Я обычный блогер У меня скромный Маленький канал Я То что я могу Нахожу Я рассказываю Поэтому Ничего такого Я сверхъестественного Не делаю У нас гораздо более Известных Исследователей Матерых Которые везде На каждом шагу Кричат Что у них все украли Мы самые главные Вот они Он все украл Они все украли И они визжат На каждом шагу Ну пускай визжат Шакалы Вера Мурева За что молчали Вера Мурева За то что молчали Их вы Благодарили Выбрали их депутаты Совершенно верно Вера Мурева Я тоже подразумеваю Вот за это Их выбрали Депутаты Так сказать Власть Власть Отблагодарила Ну что бы и дальше Молчали Ну представляете Избирают депутатов Понятно Это же Большой почет И так далее Это связи Это новые наработки Естественно Молчать Тем более Молчать Инна Похоже Юдин В течение всей жизни Был под наблюдением Чтобы ничто Никуда не просочилось Инна Скажу так То что Юдин Был под наблюдением Мы точно не знаем Но Давайте я предположу Так Что Такое возможно Могло бы быть Вот так скажу Давайте без фантазии Все таки Ну там не был Никаким там Суперагентом И так далее Может не следили Может периодически Как Знаете Называется Профилактический Осмотр Может Для профилактики Как-то Не знаю Трудно об этом сказать Ладно Наградили Моя душа Тихомила Все Стало На свои места Да Ладно Понимаете Здесь тайны Давно нет Я еще в марте Месяц Когда выпускал Свои стримы Можете посмотреть Один из моих стримов Так и называется Тайны больше нет Здесь нет Никакой тайны Тайна выгодна Остальным Что делать на костях Ребят деньги Понимаете Вот и все Рубить бабки Ходить на передачу Выдвигать эти 75 версий И вокруг Орать что это Палатка дятлорцев Что это Не является Правдой Орать про лавину Про ракеты Про Йети Про НЛО И так далее Кричать что они были На Тартене Тоже сказки От балды придумать Хотя ребята Не дошли до Тартена Все это понимают Нет ни одного факта Но у нас же Фантазеров куча Нет они были на Тартене Они точно были И там их Ну понятно Все Как говорил Арнольд Шварценеггер Какие ваши доказательства Начинаем спрашивать И что мы слышим Ответ А нету доказательств Нету Мы так думаем Мы правы Мы правы Заявляют Некоторые псевдоисследователи Екатерина пишет Мне кажется Ребята слишком поздно поняли Что их убьют Если бы сразу бросились На охотников С ножами Был бы шанс Кому-то выжить Екатерина Отвечу так Я подразумеваю Было 6 стволов То есть 6 карабинов Или ружей Именно охотничьих Ну опять же смотрите Кривонеченко не мог кинуться Ни с ножом Ни с кулаками Он получил болевой шок От ожога Скорее всего Он вообще сознание потерял Я вообще подозреваю Что Юра Дорошенко Рядом спал Просто его вытащил Кривонеченко Пластом лежал Понимаете Без сознания То есть остается 6 парней 6 парней На 6 стволов Ну не знаю Даже с ножом Если одновременно Понимаете Охотники Не промахиваются Тем более в упор Если бы одновременно Нажали спусковые Курки Эти 6 бы ребят Там бы легли Поэтому Тут трудно сказать Ну Екатерина Скажу так Шанс может быть Знаете Один шанс Из тысячи Давайте Положа руку на сердце Один шанс Из тысячи Чтобы до ближайшего Успел бы дотянуться Ножом по горлу Поронуть Как-то винтовку Или ружье выбить Но опять же В него бы стали стрелять Или добивать Тут один шанс Из тысячи Сивак Карапетян Спрашивает Олег По поводу шаманов Они же знания Передают по наследству Да Сивак Совершенно верно Кто теперь Может им являться Сивак Карапетян Скажу вам То что я рассказывал На своем стриме Смотрите Последний шаман Мы сейчас говорим О шамане Всего народа То есть которому Подчинялись Все Это был Николай Якимович Бахтияров Он повесился В 2007 году У Николая Якимовича Остался сын Алексей То есть Грубо говоря Де Юры Ну юридически Алексей Бахтияров Является Де Юры Как бы шаманом Но Он отошел от всех дел Он проживает На реке Вишери В заповеднике Он оформлен Кстати смотрите Аналогию Алексей Бахтияров Последний шаман На сегодня Живой Оформлен Вишери В заповеднике Госинспектор По охране леса Смотрим Валерий Анямов Тоже Госинспектор По охране леса В Ушме В этих Вижайском районе Вам ничего Аналогия Не напоминает Ну в общем Понимаете Про что я говорю Всего Последний В Пермском крае Живет Вот он Юридически То есть Он наследник Он сын Николая Якимовича То есть Алексей Николаевич Бахтияров Он живой На сегодня У него двое детишек Учится В интернате То есть Жена у него Двое детишек Жена Люда По моему Я делал стрим Показывал дом Их как Фотографию показывал Корреспонденты К нему приехали Да Уже Седой Но он еще Крепкий Мужик Он существует По идее Как бы Де Юры Он шаман Ну а де факто Он отошел от дел Насколько нам известно То есть Он этим не занимается Вы будете удивлены Когда корреспонденты Приехали К Алексею Николаевичу Бахтиярову Ну тоже Его расспрашивали А почему Вот вы не занимаетесь Ваш же отец Багланом шаманом Он сказал Я уже отошел от дел Не занимаюсь этим И он сказал Интересную вещь Вы знаете Я сейчас увлекся Фотоделом Я хочу освоить Фотографировать Всяких зверюшек В лесу Вот здесь у нас Интересно Поэтому я хожу на курсы Учусь Учусь Именно Снимать Вот так он О себе рассказал Вот Сивак Карапетян Поэтому почувствуйте Разницу Поймите Кто сейчас Как бы шаман А кто не шаман Кто-то Ну а Валерия Анямов является старшим Вообще не в Ушме Ну понятно Человек с высшим образованием Известный К нему прислушиваются Он в Ушме является старшим То есть Само слово шаман Может быть Не употребляется Но тем не менее Какое-то влияние Они имеют Валера Анямов У себя в Ушме Алексей Николаевич Бахтияров В Пермском крае Ольга 125 Каратаев Я тоже включал Незнайку Хотя сам свидетельствовал Что собственноручно Осматривал трупы Дятлцев Да Ольга 125 Он проговорился Что он приезжал туда На эти места И сам смотрел То есть он был здесь В этом месте На высоте 1079 Потом он от этого Отрекся И он все видел трупы Потом он тоже Стал говорить Что я только Мимо там проходил Когда мимо морга Я там не был И присутствовал Хотя В первые показания Ну не показания Воспоминания Он говорил Что он даже Помогал их затаскивать Туда Разгружать из грузовика То есть там некому было Я имею ввиду Выделен Когда в морг Их привезли Ну понимаете Да Про первую Четверку Тогда еще Русика Не нашли То есть там трупы Зины Дятлова Кременщика Дорошенко Каратаев Что помогал их затаскивать Об этом он говорил Сивак Карапетян Шаман не может сам уйти из жизни Это запрет у них Сивак Карапетян Понимаете Вот вы говорите Не может уйти Откуда вы знаете Вы читали кодекс шамана Наверное нет А мы То что Что мы с вами имеем Александр Прокович Бахтияров Вешается в июне 60-61 года То есть через 2 года После убийства дятловцев Николай Якимович Бахтияров Вешается в 2007 году Последний Именно который Обряды проводил Шаман Главный шаман Напоминаю Всегда приставка главный У них Их называли главными шаманами То есть 2 главных шаманов Вешаются Ну это о чем-то говорит Наверное не нельзя Он сам решает Рафаэль Аддурмянов Сделать карьеру На чужих костях Подлые поступки Мягко выражаясь Рафаэль Аддурмянов К сожалению В наши времена Моральные ценности Ориентиры сместились Понимаете То что когда-то считалось Подлым Сейчас считается В порядке вещей Поэтому идет Зарабатывание денег Все прекрасно Это понимают Понимаете Рафаэль Вот я сделал стрим Тайны больше нет Вы бы знали Сколько на меня обрушено всего Одни хвалят Другие ругают Третьи Понимаете Как это тайны больше нет А всем важна тайна Понимаете А я конкретно написал Тайны больше нет Написал почему И как это было И мотив этого убийства Написал И все вдруг поняли А тайны это больше нет Оказывается И зачем тогда эти Многочисленные передачи И сборище Когда и так Уже все понятно Нет Нужна тайна Чтобы дальше Чтобы дальше ходить Вводить экскурсии И говорить Вот здесь 75 версий Вот здесь палатка Вот здесь они ее разрезали Вот здесь отсюда Они убежали Хотя Вот то что я сейчас говорил Это Полный бред И недоказанный идиотизм Нигде Ни откуда они не бежали И палатку они не резали И палатка это не Группа дятловая О чем говорю Не только я И другие исследователи Сева Карапетян Кодекс шамана существует Протоколы сионских мудрецов Напечатан На шаманский Сева Карапетян Смотрите Кодекс шамана Если даже он существует Он нигде не напечатан Это раз То есть это передается От поколения От поколения Из уста в уста Далее Протоколы сионских мудрецов Теперь многие подвергаются Сомнениям Скорее всего Это огромная фальсификация И ошибка То есть это провокация Никто не доказал Что протоколы сионских мудрецов Являются подлинными Нет доказательств Татьяна Маланина А что за человек В альбоме Каратаева С острыми ушами Татьяна Маланина Смотрите Я фотографию Из альбома Каратаева Как и вы Все Увидел по телевизору Была передача На РЕН-ТВ И там этот альбом Листали Я вдруг Я видел эту фотографию Да Лежит Тело Видимо мертвое Потому что Видно по телу Мертвое Скорее всего Это Манси Что это за Манси Фотографию показали И убрали Вы все знаете Каратаев скончался В Молдавии В живых его нет И после его смерти Якобы его альбом Перекочевал К кому-то другому То есть Его альбом Находится в других руках Мы этой фотографии Больше не видели С вами Но какой-то Манси Убитый лежит Кто его убил В результате Какого это происшествия Может быть сам умер Но видно Что это тело Убитого Давайте так Тело мертвого Манси Не будем говорить убитого Потому что Это как бы Погрешим против истины Мы не знаем Причину смерти Этого Этого Человека Его труп Сфотографированный Почему он убит Почему он мертв Непонятно Или убит ли он Какая карьера Были на службе Приказали и пошли Ирина Девяткина Совершенно верно Я с вами согласен Приказали и пошли Но вы понимаете Одно дело Приказали и пошли А не выполнили приказание То есть Сделали все как положено Но Для них же потом Плюшки так называемые Сегодняшним языком Говоря пошли То есть Получили новое звание Повышение по службе Могли просто С Сывидельского района Перейти на другого района То есть Подальше отослать Но с повышением И молчали люди За погоны За карьеру Вот и все Вот про это мы говорим Карьеру Вот в отношении Вот этого я имею ввиду Термин карьера Употребляется Так Михаил Рохленко Олег Донат пришел Михаил Давай я посмотрю Секундочку Донат Не знаю Потому что Не видел еще пока Странно что-то не поступило Михаил пока не пришел Почему-то Не знаю С чем связано Может попозже Но пока нет Там видимо С опозданием Он приходит По ссылке Михаил Спасибо большое вам Давайте подождем Потому что Вы точно По ссылке прошли Все сделали Как там требуется Напишите мне пожалуйста Сивак Карапетян Вы ссылаетесь На кодекс шамана Значит Видели его Сивак Карапетян Я не ссылаюсь На кодекс шамана Я говорю Что какие-то правила У шаманов Свои Внутренние есть Я называю Это кодекс шамана Не более того Откуда я видел Я не видел Этот кодекс Я просто Его так обозначу Так Индивит Олег Надо бежать Благодарен за стрим Полезную информацию До встречи Да у нас Политическая страничка В конце Сейчас будет Поэтическое Стихотворение Спасибо Индивит В среду Приходите Пожалуйста Сивак Карапетян Донат Донаталист Выдают ошибку Уже час Странно Вот у меня Работает Очень странно У меня Донат включен Панель управления Все работает Не понимаю Пока Сивак Карапетян Но это не моя вина Это что-то С сервисом У них Вот я еще раз Ради интереса Давайте Спасибо большое Что вы пытались Помочь моему каналу Но не моя вина Какое-то 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 Неисправление Что означает Либо народ Либо человек Ссылку эту нажимаю Постепенно У меня ссылка Открывается В онлайн Пожалуйста В советское время Это стало официальным Названием Я все вижу Но Тем не менее У меня ссылка Открылась Литературе По сей день Употребляется И прежнее название Не ханта И манта Она работает Просто о стеке Подразумевает Да Сиван Карапетян Сивак Карапетян Извините Оговорился Прошу извинить Но что-то с сервисом Скорее всего Вот интересно У меня У меня все работает Ссылка проходит Так А здесь ошибка Почему-то пишется Так Давайте еще раз Давайте Сивак Карапетян Давайте я В чат Сейчас размещу ссылку Попробуйте Именно по ней Ничего не понимаю Я захожу По ссылке У меня все работает Так Сейчас мы сделаем Вот так Мы сделаем Нормально Что-то с сервисом У них Сивак Карапетян Давайте я сейчас В чате Разместил ссылку Попробуйте По ней Зайти Потому что Она рабочая И второе Попробуйте 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 По ней Зайдете Ну и сейчас В чате Попробуйте Напишите Мне Пожалуйста Екатерина Олег По моему мнению Сразу Сразу Знали Поняли Кто Убил Ребят Потому что Рядом Рядом С трупами Был Труп Манси Екатерина Да Как вариант Да Я думаю Что да Ну Екатерина Но Может быть Вариант Что они С собой Забрали Который В результате Все таки Драки Был убит Как мы Предполагаем Андрей Анянов Младше 19 лет Которого Якобы Потом Задрал Медведь Инна Самоубийство Шамана Вызывает Недоверие Может быть Из той же Серии Медведь Задрал Замерзание Почему Случай Мы должны Верить Властям Инна Тут Не властям Вера Понимаете Тут Получается Петя Бахтьеров Дружил Очень С Владимиром Андросовым Они Выросли Вместе Общались Постоянно И этот Рассказ Андросов Как раз От Пети Бахтьяров Узнал Который Сам Вытаскивал Отца Своего Из петли Понимаете То есть Тут Именно Из первых Рук Не власти Петя Бахтьяров Застал Отца Повешенным В югте Понимаете Это Никто Туда Не выезжал Там Спецгруппа Там Следственная И так далее Поэтому Здесь Сведения Не от Власти И так же С Николаем Бахтьяровым Который В 2007 Году Тоже Повесился Но Уже В лесу Лена Пишет Олег Поэтому Столько Грязи На Тебя Заправлю Ну Да Как Вариант Лена Действительно Правда Никому Не Нужна Всем Тайна Нужна Сивак Карапетян Олег Пробовал По донату Опять Ошибка Сивак Я Тебя Понял Делаем Так Тогда Под Стримом Я Размещу Ссылку Потому Что Под Предыдущим Стримом Вот Если Ты Зайдешь На Мой Канал Посмотришь Предыдущий Стрим Он В записи Сохранен Туда На Ссылку Нажимаешь Ты Попадаешь Прямо На Донат И Под Этим Стримом Я Тоже Размещу Давайте Так Почему То В чате Не Работает Она Пока Не Работает Я Разберусь Это Что То Обрезается В В общем Поэтому Спасибо Спасибо Большое За желание Помочь Да Давайте Вопросов Больше Нет Будем Заканчивать На Сегодня В конце У нас Поэтическая Страничка Как всегда Все вы Помните Сегодня У нас Будут Японская Поэзия Хокку Мацо Басю Автора Итак Мацо Басю Японская Лирика Для Чайных Кустов Сборище Листа Словно Ветер Осени Следующее Стихотворение Стон Ветров Пальма Грохот Дождя Слушаю Ночи Напролет Хороший Так Все Подвисало Сейчас Нормально Все Вернулись Все Вернулись В работу Заканчиваем Конечно Ютуб Опять Зависал Сейчас Вернулись Да Да Мария Спасибо Рафаэль Большое Спасибо За интересный Стрим Крепкого Здоровья Вашим Близким Вам Нашим Добром Канале Как всегда Тепло Уютно Большое Спасибо Рафаэль Спасибо За твои Слова Да Татьяна Работает Все По ссылке Давайте Посмотрим Что у нас Тут Работает Все По ссылке Да Татьяна Баталова Спасибо Так Вот Еще Рассылка На Донаты Донат Альзас Для помощи Моему Каналу Все Проходит Сева Карапетяна И Михаила Рахленко Сейчас В чате Я ссылку Разместил По ней Спокойно Вы До Натальи Заходите Так Обратите Внимание На Ссылку Сейчас В чате У кого Есть Возможность Можете Помочь Моему Каналу Так Михаил Козлов Свои Хоку Пишет Я Понял Да Не Каждая Птица Альбатрос Свободно Парящая Понятно Да Уважаемые Зрители Обратите Внимание Я Ссылку Разместил В чате У кого Есть Возможность Можете Помочь Моему Каналу Не Не Веш Ирина Колесникова Спасибо За Стрим И Стихи Спасибо Ира Тебе Тужим Да Давайте Будем На сегодня Завершать Напоминаю Это был канал Мысли Об истории Для вас Как всегда В эфире Работал Олег Приходите На мой Канал Следующий Стрим Будет В среду Ирина Девяткина Спасибо Вам Следующий Стрим Будет В среду Проведен 12 часов Московского Времени Это 8 Декабря Пишите Ваши Комментарии Ставьте Лайки Так Маргарита В красной Кофточке Обещала Почту Свою Написать В комментариях Сегодня Я ее Потом Уберу Сразу И Готов Увидеть Картины Заранее Спасибо Так Лена Ткаченко До встречи Всем Спасибо Лена До свидания Запорожье Украине Привет Ну и как всегда Я в конце Говорю Стрима По традиции Все еще Только Начинается До новых встреч Берегите себя До свидания Спасибо Спасибо за внимание Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры